Во имя Отца и Сына и Святого Руха, Господи Иисусе Христе, Сыне Божией, молитву ради Пречисти Твоей Матери, преподобных и богоносных отцов наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, утешителю душей стены, Бежевиз весы и вся исполняяй сокровища благих И жизни подателю привезли мы, и отчислены от сердца скверны, И спаси блажен души наши. Отец наш Небесный, имен Господа нашего Иисуса Христа, молим Тебя, благослови наше собрание. Даруй, Господи, заняться по Слову Твоему, изучением небесных Твоих учений. Благослови, Господи, нас верно все осознать и понести в этот мир. Даруй, Господи, нам быть всегда с Тобою. Благослови, Господи, чад наших. Даруй, чтобы они были вместе с нами, поклонялись Тебе, Господу нашему Творцу, прославляли Тебя вместе с нами. Помоги многомилости увидеть нам, отец Сия. Пошли им истинную веру, рождение свыше. Тебе же слава за все, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. С чадами все не легко. Ой. А что, я не знаю, для мокрого себя. Мокрое. Что там, мокрое? Да, тапочки. Это что? Иди там тапочки возьми. Здесь тряпка. Есть швабра. Есть не тряпка, швабра тут стоит. Протерли не до конца. Отец пробил. Там эти, посмотри, там, в это, открой дверь. Это вот это, да? Да. Все. Да там нету больше. А? Ну, одевай их. Да, одевай, одевай. Итак, приблизительные вопросы к оглашенным и спрашивающим себе крещение. Эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. Вот. И решили мы посмотреть и узнать, какие же вопросы задают люди по поводу именно тех вопросов. Вот, какие у вас тут встречаются. Вот, допустим, первое, расскажите о своей вере во Святую Троицу. Кем для вас является Иисус Христос? И такие вопросы некоторые люди задают. Вот мы взяли книгу «Открытым оком», в принципе, ну, это как наш, наш как путеводитель по Библии. Вот Игнат Игоревич составил, очень хорошие тут вопросы есть. Вопросы, конкретные вопросы о Троице нету. Но очень много у нас здесь идут вопросов об Иисусе Христе. И мы просто решили поднять это и посмотреть, какие люди вопросы задают. Потому что у нас эти вопросы, знаете, как-то они не возникают. Вот, обращение ко Христу и крещение. Разве можно пренебречь таким кладезем мудрости, когда Он есть? Я вчера кое-какие посмотрел, тут и меня тоже касаются истории, уже нашей общины. Потому что я, ну, как бы, не очень далеко отстал. Община образовалась в 91-м году, а я пришел в 96-м, то есть на заре. Пришел тогда в самый такой, можно сказать, эпицентр и рассвет. В 96-м году крестилось самое большое количество людей. 32 человека крестились сразу. А приехало около 100 человек вместе с ними. Еще. То есть лагерь был весь забит. Ну, лагерь Стан Потеряевский. Столько людей было. И где они сейчас, кто, чем интересовался. Иногда встречаешь на улице, они уже старые там люди. Здороваются или что с тобой. Ты уже и не помнишь даже. Вчера-то какой-то, как раз, кроме вот этого, нашло видео, где Игнатий Тихонович занимается Потеряевки. Там прям взрослые, дети. Движение в боксе. А какой год? В 96-й, в 97-й. В 97-й. Тогда он рассказывает о раскулаченных братьях, что они идут по травке, были такие здоровые, через ворота кидали гири друг другу. Плохо слышали. Да, ну, понятно, он об этом рассказывает. Да, ну, там, они там занимаются. А что, уже запись была? Да. Это Игорь Гуравлев последние записи делал, он записывал. А, ну, они выставлены на форуме. Не на форуме, на канале. Даже не на Игнатия Тихоновича. Я скидывала вчера. А, в этом? В чат. Помню, помню. Посмотрю. Один в Барнауле, он там, на прогулке. Вот, тут интересный вопрос есть. Вот, вопрос 642-й. Книга Титумов, он 2-й том. Поясните, что такое домостроительство Божие? Вот, иногда мы просто не можем до конца нормальный вопрос задать. Такой, чтобы он был всеобъемлющий. Ну, мы о нем, как бы, все говорили. Но человек задал вопрос, и он попал в самую точку. Домостроительство Божие. И мы, как раз, занимаемся этим вопросом. Начало домостроительства Божие. То есть, все начинается через то, как построить отношение человека со Христом. Ну, с Богом. С Троицей. Ну да, это непросто. Ну, конечно. Домостроительство. Какое оно? Как? Для чего это нужно? И вот ответ Игнатий Тихоновича, не очень пространный, но... Это у нас вопрос-то где? Перед Моком? Да, вот, 2-й том, 642-й. Сахва небесная подавляется дому, в котором одна половина неповрежденная, это ангелы, сохранившие свое достоинство. А другая половина, опустевшая, это бунтари, смутьяны, революционеры, были изгнаны. Ну, то есть, эти духи злобы поднебесной. Иуда 1-6. Есть, и ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Вот, видишь, как? Да, Евгений сразу записывается. Ангелов, не сохранивших своего достоинства. Это как раз вот эти вот есть революционеры первые. Революционерам что нужно? Захватить власть себе. Им не нужно счастье кого-то там. Если только от счастья кого-то там говорится, только для того, чтобы эти кто-то там служили, опять же, ему. То есть, власть-то над кем-то должна быть. Как сказали Петру Первому? Он говорит, всех воров перевешать. А ему говорят, меньше как-то, это, мэрхеттс. Так если мы, говорит, всех перевешаем, кто тебе служит-то будет? Он такой подумал. Ну, хорошо, тогда давай жаловай мне, давай, все равно стали на вооружение. Вот так в России повелось. А может быть, несколько повешали бы, да и хорошо бы стало. Кто знает. Это как раз про эволюционеров. Есть такое мнение, что спасенных из людей будет столько, сколько было сброшено с неба гордых духов. Иоанна, 14 глава, 2 стих. В доме отца моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. Ну, мнение существует. То есть, иногда святые высказывались так. Почему? Ну, у Господа святое место пустое не бывает. Поэтому, наверное, так и говорили. Сколько сброшено было, столько и принесло. Ну, вот, как говорят, ну, третья часть этих бесов сброшена. В духе злобы поднебесной. Значит, столько же людей должно обратиться. А все говорят, когда будет там? Наконец-то. Ну, когда наконец-то придет? Вот, все пугает, пугает. Апостол Павел нас еще пугал. Говорил, что вот-вот, скоро Христос придет. Две тысячи лет прошло, все пугаете нас. Когда придет? Ну, смеются над верующими. Когда придет, того мало не покажется. Ну, вопрос-то действительно такой, как бы, исподолим. Желаем бы узнать. А знать бы поточнее, да? К вам где-то пойти или что? А никто-то точно не знает. Нет, они только знают о смертях. А верующих никто сказать не может. Почему? Господь это строго-настрого закрыл. Даже предопределение какое-то есть. Как мы читаем, что Исава возненавидел, а Якова возлюбил. Еще будучи в отчреве, написано. Исава возненавидел, а Якова возлюбил. Одного возлюбил, другого возненавидел. Будучи в отчреве, они ничего не сделали. Они еще никто, зародыши. Господи, как так? Ну и что, от меня ничего не зависит. Вот все, какое я есть, такое есть. Вот ты начал так говорить, а Златун говорит, вот это, увы, это что я такой? Ты, увы, как бы, увы, господи. Неужели я такой? Как они начали? Неужели это? Вот предатель, кто обмакнет, тот и будет, кому подам. И все начали, неяли, 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 и Иуда тоже неяли. Хотя он уже знает, что это он. Ну, то есть у человека такое, ну, как, не может быть. Но это уже, как бы, совесть твоя начинает тебе говорить, что ты должен меняться. А раз совесть тебе говорит, то это уже начало покаяния, говорит Златоуст. Вот этот вздох, неяли, это уже начало покаяния. А Иуда уже все это знал, и он подмазался под верующих. Понятно? То есть под верующих можно подстроиться, и ты не поймешь, что рядом с тобой предатель. Понимаешь, как это? Поэтому, но, но, когда ты говоришь, увы, в себе самом, никто, говорит, не знает духа человеческого, кроме... Духа человеческого. Кроме самого человека. Ну, и, конечно, Бога. То есть, Захана не знает нашего духа, он не знает, готовы мы сейчас пойти за ним, или мы божьи люди. И поэтому он постоянно давит. Поэтому он нас постоянно объемлет грехами. Ну, помнит нашу жизнь эту греховную, он все помнит. И он нам это всегда подсовывает. Всегда. Ну, свои вешки ставит, чтобы... Да, 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 чтобы тебя туда направлять. Отвернуло. Чтобы никогда с тобой... Ну, всегда заигрывать с тобой. Вроде как бы... Да, меня же нету. Ты же сам... Ты же должен знать, меня же нету. Видишь, меня нету. Я же тебя уже не давлю. Вначале давит. Вначале он видение всяких, страхование такие, как вот Игнат Игнатьевич рассказывал. Страхование аж... Начинает кожа вздыматься. Вот такой страх. А кажется, никого нету. Такое впечатление, что на тебя кто-то так смотрит злобно. И ты знаешь, что это лютый там, как говорится, чечен с кинжалом в зубах ползет, как Лермонтов. Помните стихотворение его? Я думаю, что у каждого уже что-то происходило. Обязательно дал. Обязательно дал. Зумок такой, что аж... Да, бывает, даже посыпаешься и повернуться не можешь, чтобы кто-то тебя дерзко сковал. Вот. И если за всех сел, как будто борщик, он раз, опущение. Такой, опа. Ты думаешь, ничего себе. Это он такие страхования дает. Ну, и вначале особенно. Ну, а бывает и по ходу действия. Ну, в основном вначале. Для чего? Вот у нас, допустим, сестра перед крещением пошла купаться. Это глухонемая. Там, это... Да, Валентина. Она чем это там? Мать этого нашего диакона. Евгения. Янчука. И там с ней кто-то был. Хорошо кто-то был с ней. Залезла там, неглубоко было. И схватил ее, начал. И все, она только... Ничего не может, но увидели. Она скрещать не может. Вы видели, вытащили ее, откачали. Вот такое бывает. Перед крещением. Прямо вот перед крещением. В субботу это было, а в воскресенье крещение. Вот такое. То есть, прям до смерти может это делать. Потому что видит впереди у человека прекрасное, светлое будущее, скорее всего. Потому что не хочет человек идти за ним. Не исполняет его восстановление этих ужасных, которые он нашептывает постоянно. Видите, как он издевается. Несет корзину, как смотрит святой. Мимо проходит. Бес несет корзину. В корзине колбаса, цветы, какие-то яблоки, какие-то украшения, женские духи. Что ты там тащишь такое? И куда? В храм иду. Как храм. Там же сейчас служение Богу. Без меня ни одно не обходится. Я-то уже знаю, что Бог есть. А лучше всех. Иду поприветствовать. А что там он делает? Пошел за ним, смотрит. Один там стоит к монаху, ему колбасу под нос вот так раз проведет. Вкусная колбаса такая. Видать? Это откуда? Жареная свинина. Сжития святых. Кажется. Я не помню сейчас. Раз, проверну. Вздохнет и у него уже там поесть бы сейчас. А другой стоит такой бодушный, молодой. А он его вот так вот берет сверху и лепесточки рос на веки. Вот так вот сюда, на ресничке. И лепесточки бьют по ресничкам. Бьют, бьют, бьют. И вот такой стоит. Хлоп, хлоп, хлоп. И начинается. Это Володя Паченко. И начинает засыпать. Представляешь, что вытворяет он? А другому духами. Раз, хлоп, духами. Такая стоит. Таитянка под водопадом. Ну, в общем, короче говоря, всем найдет всего соблазна. Особенно, конечно, все про монахов. Ну, я думаю, что и про монахинь тоже что-то такое подобное. Не думаю, что... Не по попущению Божьей все это не происходит. Ну, а как не по попущению Божьей? Не по попущению Божьей. Если сатана уже сейчас связан, а его клевреты, эти его слуги, бесы вот эти вот, одна треть, они все еще шарятся и соблазняют всех. Ну, конечно, не без совета его. Он-то в преисподних местах скованный написано на тысячу лет. Ну, читали же, как это все происходит? Чтобы было понятно нам до конца, находить-то легко. Вот, двадцатая глава. И увидел я ангела, сходившего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверг его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не приличал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. Вот это вот хелязнь-то от этого идет, только больше ни от чего. Всего на тысячу лет, на тысячу лет. Алло, Марина. Быстрее говори, вы тут на занятиях. Вчера, я не типа говорили, что тысяча, а так, как множество. То есть, это не конкретно тысяча, а множество. Тысяча-то евангельская проповедь, вот это время, немецкая. Не ровно там тысяча лет, а что-то множество. То есть, когда проповедь кончится, кончится, обретит весь мир. Да, на большей проповедь, до дни артиклисты. Так, вот. Хелязма называется еще, хелязма. Тысяча лет, вот это тысяча лет, сейчас всех заботит, надо же так. Вот на тысячу лет, ну тысяча лет. На спасение, да. Тысяча лет это там вот, и когда все, когда это? Ну тысяча лет там уже. И все пытаются тысячу лет подогнать, подогнать, но не подгоняется. А если еще тысячу лет нас Господь оставит? Вы что, будете плакать дырючими слезами? Господи, так ты еще нам столько тысячу лет. Мы тут эту тысячу не можем приспособить, в две тысячи, которые ты дал. Хорошо было тем, которые в шестисотый год, а не все. Тысяча лет, еще немножко, тысяча лет дойдет, дошло 1054 год. Вот, бац, и церковь разделилась православная, там церковь вселенская разделилась на католиков и на кафоликов. Кафолики мы, католики это католики. Все. Католики ушли от кафоликов, от нас, то есть от православных. Тут голова закружится, от православных ушли. Отошли, потому что добавили филиокви, то есть и от сына исходящих. Вот мы молимся, и сестра Енафа молится, ну, символ веры, говорю, читай символ веры. Она читает символ веры, читает, читает, читает. И дошла, и до этого места, да, символ веры, в символ вере, где говорится, и от отца, ну, про дух святой. И от отца, и от отца, и такая раз замолчала, и на меня посмотрит, я исходящего, такая, дальше пошла. Я говорю, потом, подожди, стой, а что ты замолчала отца? Ты что, хотела сказать ей от сына? Она такая смотрит в глазунке, а я что-то не знаю, что я за... Понимаешь, какая... Я говорю, у тебя знания очень большие, познания, ну, только не до ереси, так смотри. Замолчала. Нельзя говорить и от сына, все у нас... А сказали, филевки, то есть и от сына, испанские кафолики, первые, эти православные бывшие, и все, и пошло от них, пошло, пошло. В 9 веке они сказали, дошло до Рима, уже в 11-м тысячелетии, и в 1054-м году анафему православную провозгласили. Да, они где-то размолвали. Ну, православные сначала, их анафему... Сыр, они сослез, все, иначе мы расходим. Как цифры не сошлись? Ну, в тысячу лет же, конечно, было. А, нет, нет, не сошлись они не в этом. Я просто тебе рассказываю, какие курьезы бывают. Ждали в тысячу лет конца, конца, конца вообще земли, а пришли к тому, что церковь раскололась. Они обрадовались конца, они отрадовались. Да нет, они ничего, они об этом и не думали. Они, да, они просто пришли к этому, церковь к этому пришла. То есть, нету конца пути развития духовного. Нету. А духовный путь развития, да, пусть это, надо его выработать. Ну что, дошел, да, точно-то все. Нет, пути духовного конца развития нету. Есть только воздействие ересей. А развитие путь духовный только один. От веры в веру. Вера должна твоя становиться все больше и больше. Не от веры там православной, теперь я буду другим католиком, а потом с католиков протестанты. Так что-то протестанты мало, я еще попротестую. Давайте в Анабаптисты, в Баптисты, в Менониты, там там, у чехов там свое, у поляков там какое-то свое отделение. И пошли, начали колотиться. А теперь пошли дальше эти, которые начали Духа, Духа Святого призывать, Дух приди, Дух приди. Пришли такие десятники, писятники дальше пошли, тем неописятники еще, думаешь, хуже не может быть. Начали там это, бум тебе в лоб, ты бац, упал, все, там палпа-дудуджу-дуджу упала. И все, а-а-а, чудо! Люди, вы к чему дошли-то? Шаманизм. Вот от этого необыкновенного покаяния, когда человек молится Христу на коленях, еще и голову между ног, как-то закладывает между колен. Включивается весь перед Господом. И дошли до того, что ходят вот так вот с флажками, флаги там, ду-ду-ду, Христос, Христос там распятый, крест они перед Крестом там чуть ли шариками его не обвешали. До чего дошли? Это наше покаяние такое перед Крестом. Это у нас такая свобода, мы так ее выражаем. Вот принимайте у нас такие, какие мы есть. Значит, а теперь зададим вопрос, значит, Господи, значит тебе для чего-то надо так продлевать эти наши ожидания. Как такие, надо же продлевать их. Апостол Павел, понятно, как он ждал, он ждал, потому что вот прям Христос был, вот апостол, он видел их смерть, ну то есть прочувствовал все это, братьев своих. Он видел эту проповедь, там тогда насыщенно все было, становление общим, жизнь была, послание, туда ходят, туда. Но он деятельным такой был, апостол Павел. И потом понимал, что каждая минута, каждое мгновение, вот-вот, вот-вот, как Игнатих начинается, все быстрее, давайте быстрее, быстрее. Почему? Ну завтра может Христос придет. Вот так апостол Павел себя ведет. А нету и нету Христа, и сколько еще, непонятно будет. А если он завтра придет? Так там должен храм на Русалимске построиться, сейчас посчитали, построят за три года уже все. А там еще то-то должно быть, это то-то. Ну, единственное, что придут два святых пророка, Еноха и Илья, и они будут три с половиной года. То есть это однозначно. Но их еще нету, представляете, два пророка, и они там будут. Ну, неужели непонятно вам, что все это уже, Библия об этом предовекла? Непонятно. Вот протоколы сионских мудрецов, конкретно написано, в метро будем взрывать, метро, террористические акты, будем распространять, там, это, нечестие среди людей, там, блуд будем распространять страшный. То есть женщины будут доступны, всякие там виртуальные будут, четко все придумали, все идет, идет своим чередом. Верите, что есть такой заговор? Нет, нету его. Так если, непростой заговор, через сатану, сатана главный там руководитель, там у них какие-то масоны, какой-то там степени. А от кого они все получают? Они вот от них и получают, от духов злобы поднебесной. А Господь, а Господь всех пославляет. А еще, вот следующий год, следующий год точно уже все будет, ядерная война. Фильм уже сняли, Армагеддон в 98 году. 2012 год, в этом мае, мае календарь, в 2019 сняли уже этот фильм. В каком там году он вышел? В 2012, в 2000, по-моему, году. Ну вот уже 2020 пришел, и ничего нету. А там Глоба был какой-то, их никто уже не слушает. Какой-то Мандаблога, Заглоба, Заглота какой-то. Да хоть кто там, и всем что-то говорят, говорят, что-то там, раз опять слышишь. А этот там великий какой-то пророк, ясновидец сказал, что в этом точно Ванга. А Ванга что сказала? Ванга ничего не сказала, не знает она Ванга. Сказала, что Курск будет затоплен. Оказалось, что это корабль Курска. Она что, не могла сказать, что корабль что ли? Сказала бы, что умрет там 119 человек страшной смертью. Ну кто, это же все военные, военные разработки. У них на борту военное оружие. Они все прекрасно знали. Жалко мужик, людей этих, жалко людей. Но ни одного верующего не было, понятно. Воевать не надо. Не надо там быть, где война. Где пистолеты, оружие и так далее. Красиво это все. Необыкновенно, заманчиво. Ну, везде лукавшина. Нет, ну я говорю, на дорогах в день сколько погибает людей. Я же никто не считаю. Просто в день, за один день, там, не знаю, сотни тысяч. На дорогах, под машину. А там всего куча, я оборудовался. И ничего, никто все молчал, никто там не... Все радуют, хихихай. Ну. Всего. Траура нету, да, хотите сказать? Да, траура нет. А тут все... Так это сатана правит бал, собирает. Вот мы сегодня с братом сейчас ехали. Едем, какой-то парнишка мимо нас прям, вот по такой скорости. Такие дороги, ну, куда он едет? Мы проезжаем на перекрестке, встретились два одиночества. Машины такие хорошие, дорогие. Не уступили друг другу. У меня там больше бегемот, чем у тебя, носорог. Сейчас езду и читаю. На заднем стекле написано. Там принимают круглосуточные. Там принимают круглосуточные. Сейчас ехал, передо мной машина. А он посланник, конечно. Ну, ну, хорошо. Не гоняй, не гоняй. Ну, это понятно, понятно. Там принимают круглосуточные. Это понятно. То есть, значит, главное, чтобы сам теперь не гонял. Нет, там с ним не шеплен. Это же все стоит и нашептывает. Вот они. Духи злобы поднебесной. Все, чтобы... Потому что им не терпится сейчас человека в ад отправить. Они не будут там ждать когда-то. Мы... И поэтому молимся. Господи, без твоих испытаний церковь просто хереет. И боимся просить испытаний. Потому что выдержали. Знаем много историй. Истории идут. И в житиях святых сколько отошло. Испытания не выдержали. Так что значит лучше Господь посылает в мирное время? Для чего? Чтоб ты мирно, в спокойной обстановке. Пришел к дяде Игорю. К брату Игорю. Собрались, поговорили. Просто к Игорю. К Игнатьеву Тихоновичу пришел. Брат Владимир здесь. Спокойно. Печем хлеб. Беседуем. Слово-божиим. Никто нас не гонит. Сейчас самолет не полетит. Граждане, отлично туда едут. Сорвались, побежали куда-то. Куда-то в пещеру. Нырнули в подпол. Да какой тут подпол? Что тут даже разговаривать. Никто не справился. Посмотрите, что раньше творилось. А почему? А потому что они спрашивали. Просили Господа. Абрам спрашивает Господа, когда он к нему пришел, говорит, Господи, а если там 10 праведников осталось, ради 10, спасет город? Позволь еще, Господи, один раз спросить. Ну, 20. 50. Промолчал он? А? Промолчал он это, да? Промолчал, да. Все. Ну, если 10, дай последний раз спросить, если 10 праведников спасет город? Ради 10 спасу. Ради 10 праведников. Теперь только праведников нужно найти. Ну, значит, пока, наверное, у нас есть. Если это настоящее. Я думаю, потому Господь почему-то избрал этот поганый коммунизм, а этот поганый нацизм его удушил. Хотя между коммунизмом и нацизмом не очень большое расстояние. Коммунизм остался. И, видимо, он своей собственной смертью потихоньку в нашей стране как бы уходил. Не, не умер еще. Он ушел, да. То есть люди своим сознанием его убрали. Своим сознанием. Ни революции не было, ничего. Просто сказали, а что мы делаем-то? Мы как дураки какие-то живем при какой-то непонятной власти. Убрали ее и все. Пытались там что-то, трепыхались. Но 19 августа 1901. Первый, молодец. Понимаешь? Что случилось? 19 августа. Преображение случилось. Преображение. Преображение Господне. Праздник. 19 августа. Да, и преобразилась страна. Церковь открыли дверь. Не просто страна преобразилась. Русский народ преобразился. То есть он понял, что его прадедушки, которые затеяли революцией, ох и дураки же были. Сколько крови. Что же они, да, понаделали. Столько крови налили, а теперь все только мечтают о капитализме. Мечтают о своей земельке, о своей коровке. А не только своих кошек-то иметь, которых не подоить ничего. Безобразничаешь только. Бегаешь тут. Но он мыши из-за того ловит. Он молодец. Он будет такой мышелов после. И как там этот ходил путями Господь. Этот не ходил. Он все равно там 20-30 лет правил. Вот так интересно. Кто не ходил, тот быстро уходил. А кто ходил путями, тот... Нет, кто не ходил, тоже долго правил. Да нет, долго там один монастырь. И все, там больше 50 лет он был. А там остальные быстро уходили. Мало 26, 4 пункта. Да, там это мало таких было. А вот которые были благочестивые, им Господь давал подольше поправить. Ну и вообще там эти царства, их всего было... Они были почти, ну там 350, чуть больше лет. И их было 20 правителей. А у тех, которые были 200, ну южные, северные царства, 10 колен. Они всего были 200, ну там чуть-чуть больше 200 лет. У них 20 правителей, 18 правителей было. То есть получается считать в два раза меньше было у них. Там постоянные перевороты у них были. Они там грызлись между собой. Постоянно войной шли на иудеев. Иудеи не шли на них войной. Они союзы иногда заключали. Ну, Ветхий Завет. И говорят там, все воюют, воюют. Это Библия ваша такая, там кровь, все воюют, воюют. Вы Курскую битву или Сталинградскую, или под Ржевом посмотрите. Документальный фильм любой. Вот это воюют называется. До сих пор причем. Это вот недавно у нас было. А в те-то времена. Как не воевать, когда Господь сказал воевать. Убрать нечестивцев с этой земли. И они убирали. Они убирали ценой своей жизни. Выполняя заповеди Господни. А потом Сатана их столкнул в пламя. Вы, Иудея. Тут надо было проявить, как пророки предсказывали. Вы что делаете, братья? Остановитесь, братья. Не воюйте между собой. И остановились, не воевали. А потом начали воевать. И опять пророки их останавливали. Братья, вы что делаете? Вы же все верующие. Как вы можете? А почему? Потому что северные 10 колен, они поклонялись Самарии. Богам самарийским. А боги у них, как сейчас говорят, боги эти. Это были два тельца. Один в Самарии, другой в Аллахасе. Еще как языке, говорит, Господь ему послал болезнь. А он, говорит, заплакал. Отвернулся к стенке. Отвернулся к стенке вообще. Умилительно, да? Ну, говорит, ну ладно. Я ушел. Вот это показывает, как Господь близок к человеку. Как он рядом с нами находится. И он по-детски нужно принимать Господа. Почему? В простоте, говорит. В простоте. Дабы не уйти нам от простоты веры Христовой. Будьте как дети. Да, будьте как дети. Ну, как ребенок все принимает спокойно. Ну, скажешь там, бог есть, веди там бог. Вот это бог там на иконку покажешь. Ну, как Елисей у тебя. Ну, злой будьте как дети. Парнишка просто непосредственно. Так бы иногда его привез бы показывать. Да, ну, если можно, давай. Да, что нельзя. Вон здесь. Елисей там что, помешает что ли? У меня гляди, сколько тут есть. Елисея. Просто мы-то, видишь, выросли. У него нету аллергии на кошек, собак? Ну, я не знаю еще. Пока с ней особо не нет. Как он увидит, что тут гляди мне. Ну, будет, будет. Посмотрим. Да, он-то хорошо, да. Он, видишь, по Библии. Библию с папой там читать. Вчера в больницу ходили, он проповедовал. Вы говорили, знаете, что это такое заповедие, что Иисус Христос, говорит, его распяли, говорит. А потом воскрес по Писанию на третий день. Он сначала насторожил, что это такое, что это за забивка такого маленького опрыска. И отец падал всю эту городу. Группами делаешься, например. Вот этого пошло, понесло. А теперь остановись чуть-чуть, остановись, давай послушаем. А то он всего пошел. Да, да, да. Он немножко сказал, если дали возможность, пошло. Там уже все. Непосредственно. Он и о жизни своей расскажет. Игнатий Иванович рассказывает, когда умилительная история. У него есть вот это... От Господа досталось ему видеть Господа там, где другие не выйдут. Когда они ягодки собирали, и один пацаненок такой, говорит, не любил никогда все такое, ну... Он его отлынивал все. И там прибежали и говорят, вот там... Я сейчас забыл, как его... Кеша там... Гена... Кто там... Он, говорит, не это... Не складывает. Они как-то каждого кружечка, они накладывают, а там ведро. Положили сколько в кружечку ягодки. А потом высыпают. А есть там можно. Ну, попробуешь там ягодку там все. Немножко там, чуть-чуть. Ягну через там... Через 10 раз. Остальное все высыпаю. Чтобы не сидел, только не ел. А он, говорит, там, говорит, сидит и ест, говорит, и ничего, говорит. И он, говорит, ну, подождите, пойду разбираться. И иду, говорит, такой, иду. И вдруг слышу. Что-то поет. Пацаненок, ягод, запустит. А он, говорит, ягодку возьмет и такой рассматривает ее. И такой... Святый Боже! Святый Крепкий! Святый Бессмертный! Показывай, помилуй нас! Я говорю, потихоньку, оттуда, оттуда, оттуда. Тише. Господь посетил, говорит, нашего кешу этого. Он сейчас молится, говорит, тихо. Пускай он сколько-то ягодки съест. Понимаешь, когда сам ребенок, не зная ни для кого, вот для галочки, они все. Мы читаем книгу открытым оком. Сколько прочитали? Один вопрос. А о чем? Да там о чем-то сейчас я не вспомню. Все. Потому что им сказали, читайте, читайте. А когда сами они, когда... Я говорю, занятия идут с детьми, я занимаюсь, я говорю, вы понимаете, вы-то не понимаете того, что понимаем мы, братья и сестры уже старшие, которые пришли ко Христу сами. Я смотрю на ваши лица, на ваши старые смущенные кофейники, на ваши тухлые рыбьи глаза, и я все вижу, интересно вам или нет. Я что-то смешное вам специально скажу, проверить. Вы такие вспыхники, глаза лучики такие. Если на вас сейчас посмотрят и сфотографируют вас там, и потом выставят даже на вселенское обозрение, скажут, дети счастливы. Ну вот, я говорю, так, а теперь читаем дальше. Книга судей там, или книга бытия. Читаем дальше. И сразу. Никто не смеется, никто ничего. А задаю вопрос только что по прочитанному, по смешному там, что вы там смеялись. Задаю вам вопрос, какой там царь, или там кто это был, какой пророк, или о чем говорилось. Все, сидите, молчите. Вам это не интересно. А меня никто не заставлял это читать. Я сам искал. Я за это платил деньги. Я за это заплатил здоровьем своим. Вот так я искал, понимаете. А вы, вам уже тут вкладывают, вам ничего не надо. И отсюда мы делаем вывод. Господи, это страшный вывод, который боимся сделать. Но он есть. Эти духи злобы поднебесной тоже оказываются нужны. Чтобы мы приходили к тебе, Господи. Не было бы вот этих, которым ты попускаешь нам, на нас насылать эти искушения. И все бы уже ушли в ад. Все сами с троем. Но эти бесы, они сами-то у них просто злобный дух. Они не могут не злобиться. Они бы сейчас, все бы сели бы и сидели смирно. И мы бы сами сдохли. Но они не могут. Ему надо войти в тебя. Ему надо рядом стоять. Тебе что-то насоскнут злобу. А человек такое существо, он иногда начинает противиться. Ну, упор, упертость есть такое понятие. Оно не плохое. Упорство это плохое. А упертость это нормально. Но упертость в божественном, в духовном. А я не сойду с божественного. Да, с той стороны, с этой. И Златоуст говорит, сколько раз упал, как овечка. Она упала, в грязь там подскользнулась. Ну, тут же где-то роса там, где-то она побежала. Об эту росу по три пыхалась. И раз, и уже опять чистенько идет. Почему? Потому что это не свинья. Это свинья ищет грязь, она в ней лежит. Или как бегемот. Бегемот, ему нужна такая грязь нужна, грязная вообще. И слоны тоже это любят. Чтобы на нем застыло панцирем таким. Вот такая грязища. Ну, это понятно. А вот, чтобы не кусали его. А свинья, она прям нежится. Да и свинью тоже, чтобы... Они же не просто так купаются в грязи. Мы-то просто видим грязь. И когда мы видим грязь, и ты падаешь в грязь. Вот почему лучше воевали наши солдаты в Сталинграде, чем немцы? Потому что наши могут. Почему? Потому что уже в октябре месяце, когда они Сталинградский фронт разделили пополам, уже вышли к Волге, и два очага сопротивления оставалось в Сталинграде советских войск, они начали вшивить. Они начали ползать в ши, да, немцы. У них не было элементарно бань. А у русских солдат были в бане. Поэтому они спокойно валялись в грязи. Ползали там по этим подвалам с нечистотами. Передвигались там, где откроется корнезонный люк. Больше никак не проникнет там. А наш спокойно туда пошел. Почему? Он знает, у него банька будет. Он помоется потом. Ему не страшно. Потому что мы привыкши. И так и написали, что русские были больше привыкши к таким условиям, чем немцы. А немцы сами себе устроили это. Разбомбили весь город. И сами же попали в эту же самую ловушку. Не смогли. Вот так и здесь тоже. Надо смочь. Они нам делают вот это вот, бесы, вот эти вот птицы, которые слетаются и забирают это посеянное слово, вот это Божье. Эти бесы это и есть. Проблема мотивации. В школе она стоит остаяю много-много-много лет. Для чего? Ну, от родителей же начинается. Говорим детям, они не поймут для чего. Потому что родители сами не знают. Родители сами не знают. Ну, это мы научены вещь так. Нам надо просто посидеться, разорваться и все. А, если мы забываем, для чего? А, Бога надо позвать. То есть мы говорим у ребенка, а для чего? Ребенок не понимает, зачем ему эта информация, она не ложится. Да, совершенно верно. Она ему не нужна, эта информация. И когда говорят, ребенок там смотрит на пример и так далее. Да ты хоть засмотрись на пример верующего человека-то. Ты хоть засмотрись на него. Если ты не будешь исполнять то, что есть, и читать то, что этот человек-то верующий делает, ты никогда не дойдет до тебя. Поэтому мы с упор, с упертостью с такой, мы продолжаем опять вести занятия для этих детей, которые заборожены. Потому что мы знаем, что без этого, без этого еще хуже будет. Еще хуже. Вспомним себя. Да как я дошел до Господа, ну и никто, наверное, не дойдет уже так, как я шел. А как ты шел, никто так тоже, наверное, не дойдет. Когда я с идеолога собираюсь, выпьем там и так далее. Да я не пью. Да ты не геолог. Я говорю, да я раньше выпивал. Я такой же был, коллеги, как и вы. Точно такой же. Но теперь я другой. Просто я верующий, поэтому я не пью. Да все геологи пьют-то. Ты что? Ты не геолог. Ну не геолог, не геолог. Ты на него не похож. Я не похож на все геологи-алкоголики. Я не пью, да. Вот так. Потому что я верующий, я вот в таком плане непростом нахожусь. Я не верю, не верю, что углеродный анализ, хотя это все тоже к геологии относится, к науке, но к геологии. Не верю, что столько миллиарды, миллиарды, секс-силлиарды лет какие-то, что человек уже на Земле миллион лет. Я вот и ничего не верю. А вот у нас там анализы и так далее. Ну у вас анализы есть, я не верю. А я должен верить, я же геолог. Мне же сказали, это наука доказала, а я не верю. Почему? Я верующий, у меня Библия есть. Там написано, что сейчас идет 7528 год. Я верю, что 7528 год. А мне скажут, да нет, там 10 тысяч там еще. Ну я могу там еще сказать, ну я не знаю, как Господь там эти свои дни делил, поскольку миллионы, миллиарды, секс-силлиарды лет до того, как Адама сотворил. Может быть там что-то и по-другому как-то шло. Это Господу все известно. Ну, что человечество вот так развивалось постепенно. Годик за годиком, тысяча лет. Годик за годиком, вторая тысяча лет. Годик за годиком. Мы не знаем, что Иоанн Грозный, что он такой был, сколько там он убил. Все это. Один говорит, деспот, и другие говорят, да нет, там приходилось ему деваться некуда. Что там было, какое время, какие письменные источники. Там что-то осталось, что-то не осталось. Так это всего-навсего четыреста лет. Четыреста всего, даже меньше. Да даже... Ну, четыреста, ладно, четыреста. За переврат от или за врат от или... Да уже даже революция начала, сейчас говорят, что не сам подписал Николай Второй, а там его заставили, прям вынудили там под пистолетами, понимаешь? Вот как оно. А то все, он сам, сам там взял отрекса, я все думаю, ну что, и все. Да это же, это, слюнтя и размазня. А когда под пистолетом? А сына под пистолет. А его под пистолет могли и не большевики. Там масоны были. А масоны это сатанисты чистые. Потом они уж как-нибудь схлестнулись там. Как-то сатана там с собой договориться коммунистов или сатанистов поставить у власти. Ну какая разница? А потом оказалось, а вот так вот. Это всего сто лет назад было. И не знаем, что там было, что нет. А тут семь тысяч пятьсот двадцать восемь лет назад. Так это сколько дней-то утекло, посчитайте. А человек, память такая никакая. Он не знает даже, что записать. А вот сегодня мы рассуждали в машине, я задал вопрос насчет Моисея-то. Откуда он это все родословную? Хороший, да. Просто, кстати, я как бы для всегда знал его, что... Володя спрашивает, спроси. Ну я просто спросил, где какие источники сохранились, по каким Моисей-то эту родословную-то от Адама начал к себе привел. То есть вот Моисей написал первые пять книг, пяти книж я написал, вот, видите, вот это все написал в буковке Моисей. А откуда он это взял-то? Он вообще при дворце фараона воспитывался. Ясно, что он этого ничего не знал. И возможно, возможно, это не написано в Библии, но вот когда вопрос задан, я начал размышлять, ну там с Володей разговаривали. И возможно, что были люди, которые ему-то это и рассказывали. Чего он так поверил-то сразу им? А представляет, такой рассказ услышать от человека, что вот начали сотрыл Бог небо и землю с красками. А может они там еще как-то немножко и потом после этого разговаривали. Вот это точно мне сказали. А вот это вот, может быть, там домыслы. И он, а это точно, да? Вот это сказали, да? Записывали. Он хороший, грамотный Бог. А вот это домыслы, да? Это мы как бы там предание куда-то отнесем. А еще что? А еще что от Бога? А вот это, вот это. А это имя какое? Как? Мофус. Мофус. Понимаешь? Кто-то же ему, он же, он не мог, он был принцем. Он там воспитывал. Он не у евреев воспитывался. Вот в чем дело. Три года он покормил ее, мама его раз, забрали к принцессе. Ну конечно, он прям, он египетский был фараоном, воспитывался. Вместе, с сыном фараона вместе, представляй. Брат его, родной брат его от дочери фараона. Как бы дочь, она себе его усыновила, как бы, вот, не между колен подержала. Теперь это мой. Ну, такая у них игры были такие. И это парень-то был какой, Моисей-то. Ты представляешь, если бы он был фараоном? Он говорит, фараоном был добрым? Нет? Нет. Он нам пять книг, книг бытия оставил. Нашел же этих людей, стариков, которые рассказывали, и такой, а что вы рассказываете? А давайте запишем. И главное, нигде не сказано, что он сел, как записал, как они ему говорили. А это же так интересно, да? Да. Просто начинается вот так и все. Нет, чтобы началось бы так. Я, Моисей, сын там, отца такого-то там, ну, допустим, там, Авраама, ну, или там, ну, кого-то там такого, ну, имя еврейское. Вот. Услышал от своих братьев и евреев повествование о нашей жизни, жизни людей с самого начала, как Господь сотворил. Я начинаю там, допустим, двоеточие. И пошло. Нет, сразу начинает. Вначале сотворил Бог небо и землю. И вот это начало, оно меня сразу привлекло. Я только прочитал, когда книгу Библию купил, первый раз открыл, никогда я не видел. Это открыл и прочитал первые вот эти стихи. Я ее обратно прикрыл. Так это ты по-другому не начнешь. Да, и прикрыл ее обратно. И у меня такое внутри, такая буря, смятение такое. И восторг, и прям мурашки такие пошли. Я думаю, это с самого начала такое. А что же там дальше-то? У меня дочь говорит. И думаю, как эту книгу-то нам не дали читать-то это? Почему? Я ее цитирую. И Дух Божий носился над водой. Она такая, он носился, говорит. Ну, носился, видите, носился. Ну, да. Так и было. Ну, да. Так и было. Он носился, носился. Носился, да, что ли. Красно. Здесь Златоусов говорит на шесть проповедей, на шестидневие, как-то так называется, шестидневие. На каждый день у него там проповеди идут. И у него по шесть, сейчас не помню, сколько он у нас. Шесть, по-моему, огромных бесед идет. Вот на все эти шесть дней. Он рассматривает каждый момент. Вот это, что такое носиться над водой, Дух Божий. Дух Божий. Вот кто такой сейчас Дух Божий, он рассматривает. Утешитель. Почему он тогда был? Человека не было. Чего он там носился? Господу нужно было все так устроить. Всю правду, чтобы все это дошло до сегодняшних дней. Поэтому Дух Божий всегда сопровождал творение Божие. Слово. Бог Отец отдает все под ноги Богу Сыну. Логосу, Слово. Господь Иисус Христос все это творит. Желание Бога Отца исполняет. А сохраняет все Духом Божиим. Все на своем месте находится. Если бы он над водой-то не носился, Дух Божий, не носился, говорит, как дурень с торбой, то ничего бы и не было, он-то носился не просто так, а дальше-то пошло созиждение, дальше все, оно сохранилось, а потом все дальше начало развиваться. А теперь уже, а теперь, когда археологические находки говорят, ученые, вот тут надо ученых слушать, там интересно есть мысли, что сначала там не было ничего, потом метан появился, газ, метан, метан должен быть там, чтобы кислород образовался, кремний обязательно должен был, потому что в нем много кислорода. Из кремния потом все образовалось. В нас много кремния, мы состоим из кремния, частицы кремния. Мелкие-мелкие. Они такие мелкие, что вот этот вирус, коронавирус этот, он такой меленький, что он обволакивает одну клетку, мы состоим из клеток. И он такой же мелкий, как клетка, и он подлазит клетки, обволакивает клетку полностью, как окружает, как под Сталинградом было окружены фашисты, представляете? Да, он сначала прилепляется. Клетка в этот момент чувствует, что на нее производится агрессия. У клетки заложен механизм самосохранения. Кто это все сделал вообще? Это ученые рассказывают. Я думаю, ученые, ты не верующий до сих пор? И когда он начинает ее полностью обволакивать, а для чего обволакивать, сейчас я скажу, клетка начинает понимать, что на нее агрессия, а она же состоит твой организм, она хранит твой организм. ДНК, вот эти все, все это сохраняет клетка. И в этот момент она начинает думать, клетка, что делать ей. Она может уничтожить этот вирус или нет? И она доходит до того, допустим, момента, что этот вирус она не может уничтожить. Он хочет эту клетку поглотить. Для чего? Два момента вируса есть. Один питается клеткой, а другой клонирует себя. Клонирует себя таких же. А третий паразитирует и питается ей, понимаешь? То есть они разные вирусы, когда есть. И она все это смотрит, можно спастись или нет, сколько это будет угрозы организму, и решает. Не могу спастись. Вот от коронавируса она решила, не могу спастись. И клетка начинает себя убивать. Прогивает. Да, и она начинает себя убивать, но этот вирус сейчас так мутировал, он не дает ей умереть. Он очень быстро проникает через оболочку. У него такие... Почему он коронавирус называется? Как у короны, у него такие рожки. А на рожках вот такие вот... Типа... Крюсеновый. Да, он весь такой прямо из этих рожек состоит. Такая королешок, и у него рожки эти торчат. И он этими рожками, там такая, ну, как жидкость, она пробивает, короче, оболочку, как про... раскисляет ее. И он туда проникает, и ей такую... Вводит такую информацию, что клетка начинает делиться на... от 10 до 30 тысяч маленьких клеточек внутри себя, и они все создают вот этот вирус. Это армия, да? Да. Представляете? Сюда клетки превращаются в армию. И вот сейчас пытаются ученые сделать защиту от этого вируса для нашей клетки. Чтобы он подлетел к этой клетке, а там по помощи какое-то лекарство какое-нибудь. И он раз, и, допустим, или убежал, или погиб, да. Типа этого ангела с мечом, чтобы стоял. Да, да. Понимаете, как все? На каком мы уровне пошли? То космос, вот мы Вселенная смотрели, а теперь человечество через мир, мелкоскоп, который придумал, кто? Галилео Галилей. Представляешь? Придумал. Он сначала вот эту трубу придумал, а потом придумали, а и раз туда можно смотреть, а тогда давайте сюда смотреть. перевернули, начали смотреть сюда и дошли до того, что вот этот вирус, его фотографируют, и он на экране, а его не просто не видно, он такой, такой маленький, во сколько там, допустим, в 50 тысяч раз тоньше, чем голос, допустим. 50 тысяч раз. Да, представляешь, какие они маленькие все это. И мы уже в этот, это называется, это называется макрокосмос, а это микрокосмос называется. Космос, жизнь, то есть, мельчайшая жизнь. И все сотворено Богом. Я этот ролик про корпускулярно-волновой белоризм смотрю. Я вообще, это просто, когда, говорит, на нее, на этот потон смотрит, он понимает, что на него смотрит, он ведет себя как частица. Когда не смотрит, он ведет себя как полна. А теперь скажи, как это все создала природа? Это вообще, это просто, это мы говорим о Духе Святом. Вот, когда она спросила, носится, ну, слово носится для нее, ну, что носится? А вот носится для чего? Чтобы из этого вышло что-то. Говорит, будешь носиться как оглашенный. Мы один раз проповедовали, и нам попался свидетель Иеговы. На остановке, причем, я даже точно помню, где, на новом рынке. А почему я запомнил, там эти, от остановки до, и туда дальше, прямо на остановке на краю, стоит вот такой здоровый столб. И мы начали беседовать с ним, и начали говорить о Троице. И вот Дух Божий носился над водой, мы говорим, это Троица, здесь уже Троица показана. То есть, вначале сотворил Бог небо и землю, вначале сотворил Бог. Бог, это Бог Отец, сотворил, сотворил словом, слово Логос, это Иисус Христос, ему передал. Да, он ему сказал, сотворить, нет, не сказал сотворить, неправильно. Господь, Бог Отец все передал сыну, все отдал, говорит, под ноги сыну сложил, все, чтобы он все отдал ему. Ну как, получается, мы тут говорим опять о солнце, то есть солнце, вот он, диск солнца, то, что мы видим, свет, это Господь Иисус Христос, и тепло сохраняемое, даже мы можем уйти откуда-то, в тень зайти, а тепло у нас будет, это Дух Святой, как бы. Поэтому вот такой методом, и Дух Божий, все, вот Троица, и он такой, ну и что такое носился, что носился он, что это он носился там, не, ну тут же написано, он что, вот так что ли носился, и такой, побежал вот так самолетиком, и вокруг столба бегает, мы такие встали, понимаешь, до чего это доводится, ты начнешь так думать, ты еще не носишься, как говорится, в кавычках, а когда тебя переклинил, Господь, написано, Бог, наказав человека, отнимает у него сначала разум, и он пошел, вот так самолетиком бегает, такой длинный, была она в костюмчике, с галстуками, и такой, и пробежал, он так, туда смотрит, он что, так бегает, носится, посмотрели, а что ты сейчас там показал, ну, как дух Божий носится, да, ну, все, поздравляем тебя, понесло, и все, и пошли, а что ему сказать, представляешь, вот тут же человек, смехнулся, Господь как, отнял разум, начал бегать, нет, чтобы доказать свое, ты, что ты пробежал вокруг столба, и что я должен теперь думать, что это плохо, что ли, или что, что так он носится, ты хотя бы слово носится, тогда заглянул, словарь дали, и сказал, мне не нравится слово носится, заглянул, и там написано, или ожигал, и что там будет написано, носится, что такое носится, носится, такой-то вариант, это значит, с очень большой осторожностью, проделывает какие-то быстрые движения, ну, чтобы это никуда не расплескалось, там, или еще что, носится, что значит, другой носится, как с писанной торбой, что это тоже значит, и так далее, то есть все это там будет, И это только положительный эпитет носиться. Но иногда бывает отрицательное, когда носится там с кем-то. Ребенок носится. Ну, ребенок носится тоже не всегда плохо, потому что он молодой, активный. Я сейчас смотрю, одного шага без боли не могу сделать. А когда ребенок носится, мне приятно. Думаю, я тоже такой же был. Носился, носился, упал, разбил коленку, теперь перестал как носиться уже. Это же отрицание, вот чуть-чуть, вот что-то сомнение. Не раз, и ты начнешь что-то отрицать, и все, как ключом. Вот это упорство называется уже. Протест. Протест, да, с протестом. Брат, ну часть капнет сейчас, тесто капнет, брат. Да, это протест. Ух ты. И с той стороны тоже. Ну, вот видишь. Слева, слева, слева. Это царство небесное. Он собирается. Он носится с этим тестом. Он собирает его, видишь, он не хочет. Покажи тесто. Вот как оно вскисло. Вот так же и вера наша вскисает. Только-то когда у нас есть дрожжи. А дрожжи это Господь наш. Вот Слово Божие. Вот Слово Божие, Библия. Вот оно заквашивает нас для бесед. А вот уже, вот это вот наш чар, в котором оно находится. Вот это мука наша. Все тут у нас есть. В муках раздает, да. Так, ну вот еще дальше можно продолжить. Мы сейчас тут про бесов поговорили. Есть такое мнение, что спасенных из людей, так. И второе, откровение книга 12.8. Но не устояли и не нашлось уже для них места на небе. Это вот опять же про бесовы говорится. Не устояли. Не устояли в чем? В святости Божьей. Далее, как выражаются, Бог составляет план создать мир. Насадить в нем рай. И далее все по писанию. Грандиознейшая эпопея грехопадения. Борьбы, ожидания Мессии. Его рождение и смерть. Всемирная проповедь. Труд Духа Святаго. Вызбранных. И сейчас он продолжается. И таким образом наполнится число уготованных ко спасению. Римлянам 11 глава 25 стих. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, а тайне сей. Это нам он говорит. Апостол, чтобы вы не мечтали о себе. Не мечтали, то есть не придумывали. Ничего себе хорошего такого. Ну точно. Вот всегда будет мир. И всегда будет солнце. Всегда буду я. Не надо мечтать. Вот что будет. Или с Богом сейчас у меня все хорошо. Что? Оладится туда. Да. Несколько. Что? Ожесточение. И это тоже, да. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени. Пока войдет полное число язычников. Пока в это количество он войдет. Как только войдет, так. Вот сколько язычников войдет. Как только войдет, столько, сколько надо уже. Господь закроет эту половинку. Вот как, ну, это ковчег. Все зашли? Ну да, да, да. Закроет. И все. И останется место только для евреев. Как бы так. И последнего идут евреи. И написано возряд на того, которого пронзили. Что значит возряд? То есть сейчас они вообще Христа даже не поминают. Они не хотят на него смотреть. А возряд это значит поднимут очень. Взорно. Очень. Для чего? Чтобы наконец-то благословить Господа за Мессию и самого Мессию. И Господа и Мессию словословие, потому что Он же и есть Мессия, кажется. Они же думают, что Мессия это от Бога посланный слуга какой-то. Они не знают, что сам Господь пришел спасти. Ничего не понятного, что решил сам правитель их спасти. Вот фильм такой есть этот. Нет, ну это так интересно поставлено исторически. Называется «Девятый легион». Девятый легион. Да, который пропал в Англии, ну на Британских островах. И этот легион там был такими отдельными гарнизонами. А там эти варвары были, вот эти вот саксы, там вот эти вот все эти пикты. Они очень злобные были, в синий цвет все красились. И они там похищали этих римлян. Фермы там их грабили и убивали на глазах у других. И вот там показано, значит, как они подходят эти варвары, эти дикари с этими римлянами. Там девять человек где-то до зов схватили. Вот они с мечами там, с копьями их сейчас убивать будут. И там этому начальнику этого гарнизона парню говорят, молодой такой, спортивный. Говорят, ну что делать будем? Он говорит, давайте организовываю нападение быстрое. И они поставили такую черепаху в щиты вот так вот везде. И побежали прямо на этих. Ну их там сколько? Ну человек 100 может римлян. А этих там тысячи. Они не ожидали, что они, ну они знают, их там мало. И он побежал, а он впереди всех. И вот впереди, чтобы их разбить, такая колесница. И он сам первый побежал на эту колесницу. И, короче, ему там ногу околесниться с такими серпами. И он сам побежал первый. Но точно так же Господь поступил. Он за своими, то есть за верующими, сам побежал. То есть первый. Ну как Чапайя говорил, впереди он же быть. На верхом коне и такую огромную картошку. Вот, вареную. Ну другого не было есть, последняя. Вот так должен командир действовать. Так и Господь. Он впереди сам пошел. И сам и погиб. Но погиб только по человечеству. А Бог-то погибнуть не может. Слава тебе, Господи. И главное, Господь самосущее добро. Это просто невероятно. Это реально. Горсовер для другого. Она была. Нет, но это по истории, что да, этот Легион, его никто найти не может. История 9-го, не фильм, а вот история. Тоже интересно. Я записал, что было. Ну, я тебе просто говорю, что увидеть, как люди бросаются. Ну, это человек, за человека. Просто это. А тут сам Господь. А они не думали, что так может быть. Они не думали. Бог-Отец. И почему Господь молится. Бог-Отец. Они нигде так не молились. Евреи, чтобы массово встали. Бог-Отец наш. Они так не молились массово. Они обращались. Адунаи там. Яхве обращались. И так далее. А что Бог-Отец. Вот как вот эта мусульманка, которая рассказывает, как она узнала Господа. Когда она, ей пришло, когда она об этом долго размышляла, что вот Аллах у них просто Аллах же там все больше не чает. Ну, Аллах это Аллахим тоже, как производная, только арабская. Ну, и понятно, потому что они же измалитяне. Измалил-то он так же и молился. Убелкис-Шейх ее зовут. Убелкис-Шейх. Убелкис-Шейх, да. И она думала об этом. И вдруг ночью Господь посетил ее. И она встала и помолилась в первый раз. Отец мой. И когда она так помолилась, она стала верующей. То есть она родилась свыше. Только единственное вот это ее размышление. То есть она уже принимала, видать, благочестивая была и все. А многое не принималось же. Они же убивают сколько и так далее. У них же все это есть. Как принять это? А когда она это приняла, она тогда в силу христианства приняла. Ну, там у ней были эти протестантские учителя. Библию показывали, Евангелие. Но слово призывающее и обращающее человека, оно из Библии. Вот освящающее человека слово, которое уже идет через священников. А вот призвать и обратить любой из нас может и не священник человека. А вот освятить уже без священства никак. И вот тут у нас такая коса на камень нашлась в сегодняшнем нашем положении с вами. Священника найти, который тебя освятит. Сегодня слушал этого Смирнова. По радио въехал. Как вы говорите, церковь смотрит на то, что вот сейчас идут такие в обществе вопросы там и так далее. Муссируется. Вот человек, который гоняет в семье своих детей, бьет, жену бьет. Как вот с ним поступить, вот с таким мужчиной. Он сразу, не надо, не сомневаюсь. Ну что, сначала вызвать полицию, на 15 суток посадить. Немножко там его дубинками, говорит, чтобы получили. Потом, говорит, на год его. Если этот, говорит, не поможет его, тогда, говорит, уже можно, говорит, на всю катушку там зарядить его. А там, говорит, его научат уже в тюрьме. Это, говорит, это не человек, это зверь. Так только с ними поступать. Священника, это? Ну, Смирнов, который. А, Медрик, самый на... Ни слова о Библии. Ни слова. Ни слова о Христе. Ну, хотя бы немножко сказал. И все это потому, что они не читают Библию. А если он Библию будет читать, ходить в церковь, будет Бога просить, молиться, тогда Господь, может быть, его сделает другим человеком. Нет. Все. Крест на этом человеке. Все. Хоть сейчас в ад его просто отправляю все. Ибо это хуже зверей и так далее. Да хуже зверей. Посмотри, как звери-то обращаются с детенышами, с чужими. Всех подряд любят. Не надо суда зверей поминать. Ты вспомни Иисуса Христа. И почему они так любят вспоминать Слово Божье в плане рождения человека, перерождения другим? Они не понимают этого. Они думают, вот человек пришел в храм, воцерковился. Все. Больше чего еще надо? Он же пришел в храм. А человек пришел в храм, потому что ему подсказали, ты сходи, тяжело на душе, ты сходи, поставь свечки и так далее, и все, тебе полегче будет. И правда полегче становится. Почему? Потому что дух дышит где хочет. И Господь по-разному людей приводит к себе, к рождению свыше. И через церковь тоже может привести. Но сейчас получается, что через церковь, наверное, хуже всего люди ко Христу придут. Потому что они там нахватываются, вот это вот, поставь через правую, левую, через левую, там, не плюй там что-нибудь, и так далее, попастись там, поисповедуйся, попричащайся. И все это его только отводит от Христа, от истины, понимания. Смотри, еще Бог-то сам хочет, чтобы ты рассказал о нем кому-то. Так? Ты-то расскажи ему. Он бы сказал, молиться надо. Он не хочет, чтобы ты рассказал. Не рассказал, Господь желает, чтобы ты показал веру свою, как вот горит свеча, горит и всем светло. Когда вот бал, балы, там и так далее, опускают огромные люстры танцевать, чтобы было. И там зажигают, и там, это, петербургские там ведомости. Был бал там у графа, там, Головина, и там горело, там, это, 15 тысяч свечей. И то есть, светло там было, и прекрасно, и так далее. Но это поганый бал. Это блуд затаенный. А ты освети этими своими свечами души этот мир освети. А чем уже? А как? Да не только словом. Господь говорит, и подняв очи свои, подняв очи свои на небо, он начал говорить. Пятая, Матфея, пятая глава, Нагорная проповедь. И спрашивают, Златовик отвечает, на вопрос, а зачем он это говорится, поднял очи свои на небо. Ну, и Господь сказал там, допустим, мы перечислены мы. Даже, говорит, тем, что он просто, Господь встал и поднял очи свои, это нужно понимать, как он поднял их, то есть, потренироваться там перед зеркалом даже. Как он их поднимал? Он не поднимал там так, он поднял. То есть, у него все было для того, чтобы благоговение показать. У него даже все внутреннее. Ну, конечно, ты весь поднимаешься. Как сейчас говорят, свеча у нас для того, чтобы показать нашу пламенную там, любовь к Господу, вот молитвенную, и вот как эта свеча горит, поднимается фимиам, а вонизма идет, и свеча вот так вся колеблется, трещит аж. Почему? Потому что она не из воска. Она должна быть чисто восковая. Тогда понятно еще, можно сказать. Это жертва. Мы приносим жертву. Да, какая же. Это следующее есть. Есть, как и жертва, могут сказать, да. Это тоже такое есть, да. Моя жертва, то есть, чем больше. И об этой свече ничего не сказано, кроме одного. Свеча, и да будет свет ваш для всех людей написано, чтобы видели и прославляли, и прославляли Отца. Видели свет ваш и прославляли Отца вашего Небесного. Вот, всем ты должен быть, и походкой, говорит, и видом, и взором очей, и словом. Для всех людей ты должен быть другим. Я вот брату рассказывал, вот здесь прочитал вопрос о том, как Игнать Ильич пишет характеристику, не характеристику, а письмо Игору Муравлеву, когда у него объяснование случилось в лесу. Он описывает это. В молитве, в молитве каждое утро Сергей Тихонович, чтобы мы пришли как горящие светильники с сосудами полными елея добрых дел. Я такая думаю, ну правильно, если елея добрых дел не будет в сосудах, то светильник на твой погаснет. И мы такой, ооо, осенний. Так 10 девок, 5 с полными светильниками, и 5, которых в светильнике погасли, а то недостатка масла-то, это же и есть. Отсюда это делется. Там это девы где-то, а тут-то мы, что мы. Так мы только с полными светильниками. Девы, так и толкование златоусток, оно и говорит нам о том, что эти девы те, кто имеют дела милосердия, то есть добрые дела имеют. И Господь говорит, покажи мне веру из дел твоих, а это апостол Павел говорит через Господа, а я тебе покажу веру из дел моих. То есть если у тебя нету дел, дела, и поэтому ты даже можешь просто идти, сестры могут в платках идти, братья с бородами, в поиске, и это уже будет твоя проповедь. Уже кто-то обратит внимание, может быть у тебя там настроения нету, ты куда-то убегаешь, где живешь и так далее. А человек обратит внимание, начнет думать, как вот Валентина Саптисон в Германии. Какая-то женщина, говорит, бегает там, тренируется, а мы, говорит, проезжаем мимо в платках все время в храм. Она, видать, туда бегала и видела, куда они идут. Потом, говорит, смотрим, стоит, говорит, в платке, говорит, рядом с нами уже в храме. Потом сказал, а я, говорит, смотрю, вы, говорит, бегаете. Я позавчера заезжаю, долго в магазине не было, я туда тенни беру, там, где хотели. Заезжаю, наверное, с полгода, наверное, не было, захожу, он меня так это, ну, не узнает, это я, говорит, пошли. О, а тебе, говорит, бородей не узнать. Я говорю, растет. Сама растет, ничего не поделаешь. Сама растет, да, обращает внимание, обращает, тут соседка подошла, 80 лет, и которая рядом, там, вот, с нами, с храмом живет. Ну, такая, с ней, знакомая, ее муж сидел вместе с Игнатиком, и поэтому она, Игнатик, уже узнала. Он просто сидел. Просто сидел. Да. Сидел за воросток какой-то там, ну, был начальником склада какого-то, и рассказывал, говорит, это, говорит, у нас, говорит, это, говорит, это, говорит, Лапкин, это, говорит, сильнейший человек, рассказывает. А что такое? А что он еще рассказал? Да, просто, говорит, показал нам его, когда она там была, и на него показала. Игнатик, без бороды был, а мама здесь его узнала. Она ко мне подошла, и вот, это когда был, это еще 97-й год, а сейчас она подошла, говорит, а вы-то, говорит, так-то ничего, говорит, сохранились, нормально, такой симпатичный, хоть и с бородой. Хоть и с бородой, да. Ну, мама мне всегда говорит, ты бы когда-нибудь ее подравнял, что ли, как-то ухаживал за ней, говорю, а зачем? У меня такая же была. Ну, она тебя там старик, еще чуть-чуть, я говорю, мам, ну, не, это главное, ну, это же не главное. Я не могу смотреть на стриженую ворота. Да? Вчера вышел, который парнишка-то с Минска, бритый такой, вопрос задает, а я ему спрашиваю, а что ты без бороды играть не начал? Да это, некрасиво тут, не идет, начал такие три ворота, у меня она берет это какая-то. А вопросы неплохие задавал человек. Вопросы, да, главное. Ум острый, а, говорится, ум из малой души. Он недавно же, да. Да он вообще первый раз видел. Ну, он первый раз, да. Ну, вопросы, да, хорошие, видать, где-то у него накопились. А это вот так вот, у меня видят, как дрошали, а как, говорит, это можно попасть вообще, говорит, на скайп, что-то, к скайпе в основном вообще к вам можно на беседу, ну, не на беседу, а на занятия попасть. Я говорю, знаю, я узнаю, как это вообще делается. На занятия? Через Сергея Пупкова. На Сергея вышли. Сергей Пупков, они наберут Сергей Пупков, выйдут, а он их подключит. Да. И все. У меня есть люди, которые, допустим, они там напишут ему, допустим, подключите на занятия. Вы сайт там прямо с Сергеем Пупковым сказал. Да он не знакомый, вот по курам там, по всяким роликам, вот они звонят, отдавал Библию там, передавал, начинает читать, кто-то звонит там, допустим, спрашивает, как вообще можно куда-то. Обязательно нужно, а ты что? На сайт сразу оформляешь? Ну, у нас сейчас будет визитка, сейчас визитка новая. Смотри напрямую, это спрашивает. Не знаю, когда, ну не все, не завтра Сергей должен уже выставить визитку, и мы ее посмотрим, визитку, и все, и берем визитку. Решили, мы решили несколько с разными фотографиями сделать визитки. С разными фотографиями? О, здорово. Слышали? Решили с разными фотографиями делать визитки. И с одной. А то на этой фотографии уже там один Сергей Пупков и батюшка наш, остальных уже никого нету, все. Все бы улетали куда-то. Может, посвежее какие-то фотографии. Вот, Сережа, Ольги этой нету, Галина ушла, Ольга ушла, это Наталья, она в Германии, Игорь ушел, и Галина еще одна тоже ушла, Селина. Галина и Иван, мы две ушли, сейчас их нету уже, в виде раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, которые тут есть, нету, один седьмой Сергей. Первый стоит, да? Да, Сережа. Он так стоит еще, главное, импозант, такой, как мученик какой-то. Он, да, у него такие щеки были. Он вообще, я думал, что он это, я думал, что он какой-то оглы. Оглы? Да, он сидел перед нами, у него такая круглая черепушка, еще лысый был вот такой. Я думал, что он какой-то татарин или что-то, оказался Пупков. И он все время смеялся. Он сейчас очень мало смеется. Раньше, еще года три назад, мы с ним все боролись. Он так застал, да? Да, да, все. А вот, когда он обрезал его, да, его, это, Игнатий Тихонович, урос сразу все. Ну, и замолчал. Ну, да, здесь постоянно. Есть еще вот такое, вот такое делают. Вот так. Тоже подкашливание, это тоже объяснование говорит. Когда сегодня разговаривают о Христе, хоть о ком, будь Библию читает, и вот это. Я подкашливаю, не все это. Подкашливают Жириновский. Настоянно. Это не про кашель бухгаренный. Жириновский, слышал как? Все время. Вот так. Да, да, да. Это всегда он. Голодец, что ткачок, ну и вот это вот. Это тоже, да, Тихо. Они привыкают, кстати, к этому привыкаешь, начинаешь к этому. И когда ты смотришь, ты сама него. Да, да, да. Игнатий Тихонович на все это, на все это есть, вот как пошло там какое-то обмани меня. И там, ой, обмани меня, посмотри, там такое. Ну, я несколько серий посмотрел. Ну, фантастику, эту фантастику можно любую придумать. Вот там посмотрел, вот там бровь что-то дергалась, там еще что-то. Но в этом что-то есть, потому что, потому что, говорит, в поднятии ресниц узнается блудница. Блудница узнается в поднятии ресниц. А потом, да, как-то смотрят, вот есть мужики, которые знают этих блудниц, ну, этих потаскух. У меня здесь товарищ был там, да, я у него был там в городе, поехал по проездам. И там стоим, он такой, о, гляди, это, это, эти. Кто эти? Ну, гулящие. Я говорю, а ты откуда знаешь? Ну, стоят, все полраздетые стоят, как-то, как-то, они все гулящие. Нет, нет, это, это за деньги точно, за деньги точно можно. Эх, сейчас бы с тобой бы не связался, я сейчас бы обязательно что-нибудь купил бы себе. Такое. Ну, как можно выбирать? А другие, которые как-то узнают этих голубых? Это голубой. Где? Ну, мужик, видишь, он тут, ну, тут мужиков сто штук. О, не, не, вон тот, вон тот. Я говорю, я не могу понять, какой. Как в том анекдоте. Как в том анекдоте, ну, зашел, зашел там, это, в салон-то, сел там за стойку. Два товарища, один, ну, это же, ну, американцев-то, с револьверами. Салон. И говорит, о, смотри-ка, вот знакомый мой, а что такое? Да, он меня жизнью спас. Да. Ну, какой из них? Ну, он, сам, шляпи в этой. Да они все таких. У него два револьвера. Да там у пятерых два револьвера. Да у него такие вот, блядь, такие, шпоры. Ну, там у троих такие шпоры. Надоел. Которого убил, да? А, этот? Жизнью спас. Жизнью спас. Так и здесь. Как люди выбирают это? Мне вот, Игнатина, значит, в это. Я к ней не отношусь. Вот, Игнатина, как его. Голубые лоби и так далее. Я, говорит, об этом, говорит, понимаю, что, как бы, это есть. Но, говорит, я никак не могу это представить. Неужели это есть такая мерзость, такая мерзость? Перейдем. Когда начинает там что-то говорить о священниках об этом, я вообще не поддерживаю эти разговоры. Не поддерживаю никак. Не, сколько раз там пытались. Вот тот священник там что-то. Я говорю, перестаньте, отойдите, уйдите отсюда. Просто говорить даже об этом. Да, потому что это, оно, это, оно перечисляется в грехах. Ну, я не против. Даже, я, говорит, не против. Я против, конечно. Но это до такой степени не умещается. И поэтому, когда Сергей Павлович говорит, что, о блуде там говорили, там кто-то, а вот там есть такие примеры, там что-то у вас. Он говорит, у верующих это вообще не должно поминаться. Такой прям, я вот за это, что, это не должно поминаться. Я понимаю, там, ты соврал. Понимаю, там, что-то своровал даже. Но негласно, ну, не понимая сам. Это потому, что сейчас такие вот эти махинации устраивают. И мы на таких работах, мы сами находимся, что там не поймешь, там, все это дело. Это понятно. Но вот когда это для тела именно участвует, когда ты вот прям идешь, сам зайдешь. Тут это, извините, подвиньтесь уже. Чересчур, чересчур это не относится к тому греху, когда говорит апостол Яков, что верующий перестает грешить. То есть, а как перестает грешить? Не грешит, не грешит. То есть, верующий, говорит, перестает грешить. И грех теперь не вмещается в нем. А как это? То есть, сознательно ты не идешь на грех. А то подскользнулся, раз там, и вдруг, ой, ой, три женщины у меня было. Ну, извини, это как-то так подскользнулся. Когда к вам-то говорят, я все время думаю о себе. Думаю, а я? Ой, а у меня такое есть. То есть, я начинаю в себе ковыряться. Ну, не важно, что там у него там. Вот когда что-то вот такое говорят, мы сразу про себя думаем. А я нет. И он меня тоже когда-то там что-то такое. А когда тебе говорят, что у нас в православии нету благодати освящающей, ты думаешь о себе? Благодати освящающей у нас нету. А что, она у нас есть? Ой, я об этом даже не думаю. Она у нас есть. Она у нас обязана быть. Потому что я ее ощущаю. Мы ходим не ведением. Мы не ведением ходим, а верою. Как ты можешь что-то ощутить? Верою я ощущаю. Веру ощутить нельзя. Если бы ты веру ощутила, ты бы могла... Верою ощущаю. Если бы веру ощущаешь, другой разговор. А просто ощущаю там. У меня женская интуиция. Вы там, мужики, у меня женская интуиция. У меня нет женской интуиции. Мы женщины. А вы, мужики, вы просто таскаете оленей. Правильно. А мы, женщины, можем их приготовить. Да. Что вы можете? Вы только можете взять плод и съесть его. Вы сначала родите, а потом говорите. Мы же тоже можем с своими медальками. Только не грехов. Не грехов. Не грехов. Не грехов. Не грехов. Не каждому родить дается. Ну, ты же здесь Господь уже дает. Мужчины свои достаются, у женщины свои. Пойте. Пойте. Они дополняют друг друга. Это вот единое... Ну, и будет одна плоть, да? Одна плоть. Читай. А, вот. Все. По паласу. С самого начала. С самого начала читай. Подословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака. Родил. Исаак родила Акова. Пальчики. Так, еще. Все читать? Ну, если ты до сих пор не поняла. Иуда родил Фарес Казару, я от Фомари. Фарес родил. От Фомари. Так что, у тебя дочу как звать младшую? Анна. Она от кого родилась? От кого? Родил ее кто? От тебя. А как его имя? Виталий. А от кого она родилась? От тебя? От Елены. Родил ее Виталий. Так что, не надо похвалиться, как распоясанный, пока не подпоясшийся. Мужчина рождается, понимаешь? Мужчина. Тестостерон любви только у мужчины. Женщина, слава тебе Господи, хоть ребро там нашлось, это лишняя вода. Не знаю, лишняя там или не лишняя. Где у него там это было еще одно ребро. Вы сотворены, как сонаследницы вечной жизни. Женщины, понимаете? Поэтому, ну, надо быть. Мужчина приходит, видит вот этот сморщенный сирот. В этом. Это мое. Это тот мужчина, тот мужчина, который не входит. Книгу жизни Господню. А который входит в книгу жизни Господню, он по-другому относится ко всему. И к женщине, и к ребенку, и так далее. Но, но, в связи с тем, пока ты еще не поняла, что этот мужчина не в книге жизни. Ко всем мужчинам нужно относиться. Женщине очень своеобразно. К верующим нужно относиться как к братьям. А к неверующим с огромной осторожностью. С огромной. И ни в коем случае не бодаться с ними рогами, что я там, женщина верующая, я тебя сейчас как засвищу. И будешь ты там, аж гореть в пламене. Поэтому у нас, мы даже в чат-рулетку запрещаем все там заходить. Не заходить в чат-рулетку. Даже, когда по квартирам ходили, то сначала сестер там как бы выставляли, а потом, когда поняли, что нельзя этого. Уже просто сестра там сзади стоит, как помощница. Это тогда, если женщина откроет, сразу раз, чтобы они женщины... Которая там все рвалась в бой, дайте я поговорю. Которая рвалась тоже, да. Ну, особенно меня, это Лариса Петеримова, Витя Петеримова, жена. Когда она ходила, я похожу, ходила, я потом прошли там сколько... Ну что, Лариса, готова? Готова. Давай, открывается дверь, там стоит вот такой шкаф, выше меня. Не знаю, на полголовы тот шкаф, вот такой здоровенный, тоже с баранищей. И сзади еще такой же маячит, таким животищем. И такой... Она стала, я говорю, говори. Она стоит маленькая такая, перед ним как лыба. И все. Я молодой тогда был, не понял до конца. Я потом уже понял, что она просто остолбенела. Она не имела от страха, не изумление было, даже страх. Она все время открывает, какие-то мелкие, то дети, то еще... И Витя запретил ей больше не ходить. Но я только вздохнулся влечением, думаю, да и ладно, не надо. Игнатий Тихонович говорил... Пару раз на нас нападали, на сестеров. Вячеслав Пкачев, когда выходил со своей супругой, он ему советовал. Ты говоришь, советуйся со своей женой, потому что она тоже иногда может что-то доброе сказать. Ну, вот что такое советоваться с женой, я тебе скажу совет. А вы нас совсем отрицаете, женщины, что вы ее... Да нет, отрицаем. А мы вообще считаем, что только в нашей общине спасутся. Еще много чего на нас говорят. Ты говоришь, что нет женской интуиции. А почему нет? Нет, никакой интуиции нет. Интуиция, это сатанинское предопределение женщины попасть в ад. Это прямой путь интуиция, прямой путь в ад. Интуиция женская. Он сидит и чувствует, что с ребенком происходит. Ничего подобного этого. Ну, может быть, там чувство, что там с ребенком. Но никакой интуиции... И у мужчин это есть. У мужчин. Так что... У мужчин иногда не слушает. Никакой интуиции в духовном плане нету. Нету интуиции. Нас спасает Господь. Господь. Пусть. Женщина может чуть лучше Господа иногда слышать. Может быть. Иногда. Куда это ты взяла? Так все, закрыли. Мы закрыли. Ну, как закрыли? Как закрыли? Сказала глупый. Как закрыли? Я вижу... Это больше нужно не как для Евгения, как для тебя. Я про Ерему. Никакой Еремы и Фомы нету у нас. У нас мы не можем так говорить. Мы должны единодушны, единомысленно быть. Откуда ты это взяла, что женщина слышит лучше, чем мужчина? Я сказала, иногда может быть. Да ничего. Иногда может быть. Что это такое? Я не понимаю. Конкретно ты мне скажи пример. Здесь надо сказать библейским всегда языком. Никакой не понимает. Игорь правильно говорит. Надо говорить, что? А думаю, Господь открывает. Бывает, сестре откроет. Бывает, брату откроет. То есть, вот так надо объяснять-то. А здесь вот на этом все. Лучше слышать что-то. Ты послушай, что говорит Господь. Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что все мое помните и держитесь в предании, так, как и передал вам, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос. Жене глава муж, а Христу глава Бог. Ох, всякий муж молящийся, ну тут с головой. И всякая жена молящийся или пророчество с открытой головой постыжает. А муж постыжает, если у него закрытая голова. Ибо, если жена не хочет покрываться, то пусть и стыжает. Ну и дальше. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Я согласна. Да подожди ты, не перебивай. Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над миром для ангелов. Впрочем, ты перед этим-то слышала? Жена для мужа. А там дальше еще она покрывается. Почему? Знак власти для ангелов. Власти какой? Власти. Мужа и Христа, и мужа над ней. Я все понимаю. Ну, я говорю, ты не очень понимаешь. Вот ты меня не понимаешь. Тише, а теперь ты меня не понимаешь. Гляди, а теперь дальше продолжаем, чтобы ты меня теперь поняла. Это одиннадцатый стих. Впрочем, не муж без жены. Не жена без мужа. Я об этом и говорю всегда. Ишь, подожди, продолжение. Одно тело. В Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же от Бога. Поняла как? Я к этому и все и говорю. Вот и я тебе к этому говорю. Только интуицию, забудь слово интуиция, забудь. Хорошо, я забыла слово интуиция. Есть одно слово. Есть одно слово. Вера. По вере да будет вам. Ты веруешь, ты молишься Господу, и Господь тебе дает познание этих знаний, нужных тебе, для того, чтобы ты могла за своим ребенком приглядеть и так далее. Но, допустим, это действует очень редко. Так вот то, что ты сказал, что-то там с ребенком происходит. Ну, что-то и происходит. Что-то происходит, от тебя это вообще не зависит. Ну, там с кем-то, что-то там в стране может произойти. Может произойти. От тебя это тоже не будет зависеть. Все Бог взращивающий. Понимаешь, в чем дело? Поэтому мы задним числом мы всегда умеем это думать. Вот Игнатий Тихонович при мне лично в 96-м году сказал, и не только в 96-м, и в последующей, сказал, что у нас были правители, и перечисляет, Владимир. Потом этот Владимир был, Владимир Ильич, то есть Владимир Ильич, там еще был, там еще. Сколько? По три. А потом говорит, еще должен быть третий Владимир, по идее. А в этот момент был Ельцин. А Ельцин был кто у нас? Он же не высчитал. Борис. Борис. И он говорит, еще должен быть один правитель у нас Владимир. Но он не сказал, что за Борисом будет Владимир. Вот этого он не сказал. Но он сказал, что третьим должен быть, еще должен быть третий Владимир. Ну, а с чего это взял? Ну, потому что, ну, не знаю, с чего он взял. Считал там. Ну, молился, он молился, ему Бог открыл. Какая-то интуиция, ты че? Нет, интуиция это образовывание, понимаешь? А здесь уже ответ. Да не интуиция. Нет, оно не относится к нам, к вере. То есть, Господь вложил ему это сказать, потому что он, читая слово Божие, и зная историю, сделал такой вывод, что должен быть еще третий Владимир. И вдруг, девяносто девятый год заканчивается, чик, и Владимир выходит. А, в каком году был? В девяносто седьмом? В девяносто шестом, я первый слышал. Потому что первые занятия были, и он тогда говорил часто. Да, это я видел, или читал где-то на форуме, или где-то что-то подобное было. Вот теперь ты много слов сказал, а мне проще сказать одно слово, и меня-то помимо. Мне просто. Ну тут как пророчество. Опять пророчество, опять пророчество неправильное слово. Пророчество, это было бы так, ну до конца, если бы он сказал, вот там было два Владимира, а следующий после Бориса будет Владимир у нас. Это было бы четкое пророчество. То есть, когда вот было бы оно. Но он так не сказал, он сказал, что должен быть, по идее, третий еще Владимир. Ну, как бы и пророчество, и в тот же время, смягченное, смягченное. Я почувствовал. Ну, я не знаю, как это, но это вот женское. Он вывод сделал, вывод. Ну, вывод сделал. Ты зачем про эти чувства опять говоришь? Да, я бы женщина, мне можно за факт это все. Я не понял, откуда ты это взяла? Чувствование какое-то. Я все, я пошла. У нас должны быть те же чувствования, что во Христе Иисусе. Я женщина, я чувствую, я женщина, что-то чувствую. У нас должны быть чувствования. Во Христе Иисусе. Во Христе у меня чувствование. Почему ты решил, что мои чувствования, они не во Христе. А почему ты собралась сейчас убегать, и это должно быть у тебя во Христе такое чувствование? Да нет. Я тебя спрашиваю, если ты взяла покажение Слово Божие, ты, я побежала. А, тебе надо идти, что ли? Да. Так иди. Я говорю просто. Помоги Христос. Иди, Христос. Я думал, что ты убегаешь, что-то тебе не понравилось чувствование. А почему тебе не понравилось, ты сказала, день рождения, что-то плохо там, не праздновать их. Это мне очень интересно. А почему тебе не понравился сайт? Так где сайт отметили и сайт закрыли. Как закрыли? В этом день. Ну, заблокировали на неделю. Да, не можем заблокировать. Так это сатана как действует специально. Он просто не хочет, чтобы праздник людям было, торжество дальше, поставление истины туда. Я говорю, что когда зеркальная дата была, такое-то все, мистическое. Понятно, сатана это действует. Я ничего. Я же там все со смайликами, со скобочками. Я, допустим, к чему? Вот когда ты сказала, день рождения не праздновать. Дело все в том, что я с 14 лет не праздную день рождения свои. Ну, я стараюсь тоже. Я не стараюсь. Я вообще приказал маме никаких ни подарков, ничего мне не делать. И меня забывают, когда день рождения. Мама-то, конечно, помнит. Потому что сложно забыть. У отца второго у меня один. Я же просто, просто, и я же не верующая была. Я почему-то... Дело все в том, что, когда я тебе говорю, что интуиции, интуиции говорить не надо про нее, и то, что ты женщина, там отдельно об этом не надо. Мне просто просто это слово использовать еще. Ты другое найди там в словаре. Найди мне другое. Я найду тебя, конечно. Найду. Только ты этого не хочешь. Почему? Потому что ты же мне начнешь опять про какие-то там внутренние подвижки твоего необыкновенного разума. Ты первый начал. Это называется... У вас у женщины интуиция. Называется игра разума называется. Я первый начал? Да. Я не первый начал, я пророчески предопределил тему нашего разговора. У вас у женщины интуиция. Я пророчески предопределил. Хотя, какое пророчество? Первое слово сказать. Все женщины говорят об этой своей интуиции. Все. Все как одна. И поэтому, ну, я подумал, ну, дай Бог, чтобы было исключение. Возможно, сестра Елена, сестра Елена это исключение. Ну, зачем я исключение? Это я обычная женщина. Ты можешь сказать просто, я молилась, и мне было открыто. Подожди, ну, раньше я не молилась. Это другой разговор. Я раньше не молилась. И что тебе было открыто? Там открыто было. Значит, ну, Господь, что-то тебе нужно было открывать ему. Он тебя открывал для того, чтобы это было авансом, чтобы ты пришла к нему. А теперь стоп. Теперь все. Любое твое открытие ты не просто со своим сердцем решай, а задавай вопросы. Это не интуиция, а это откровение. Да. Вот есть у тебя наставник, Игнат Ильич? Ты ему позвали и скажи, Игнат Ильич, мне на сердце пришло вот это. Как вы считаете? Он на сердце пришло. А он тебе скажет. Я теперь знаю, чем заменить слово вот это вот. На сердце пришло. На сердце пришло, это другой разговор. Женщина на сердце приходит иногда. Ну, это было вполне возможно. Все, благодарю. А то интуиция. Знаешь ли, что придется. Мы пересмотрим там. Ты пересмотрим. Конечно. Помоги Господи. Помоги Господи. Я еще не забыл, а все отдавай. Да, все, слава Христу. Теперь ждем, молимся. Так, помоги Господи. Дай их от сестры. Так, и продолжим. Продолжим дальше. Все, что есть на земле, возникновение царей, религии, изобретений, устремление дьявола к мировому владычеству через масонов. Все это Бог знал, предвидел, рассчитал. Все это входит в планы Его домостроительства. Невероятно просто. Мы тут копья какие-то ломаем. Ну, мы не ломаем, мы не спорим. Мы не спорим. Мы просто доходим до истины, чтобы быть единодушными, единомысленными. Больше ничего. И завершающий эпилог. Второе пришествие Христа. Подведение итогов. Весь мусор вокруг строящегося храма будет собран и брошен в огонь. Плеерлы. И вот все это называется домостроительством Божиим, продуманным до мельчайших деталей. Страшно и непостижимо мудро. Но если вспомнить, что это домостроительство Божие, а не человеческое, тогда по неволе приходит мысль. Вся эта эпопея с человеческим родом, всего лишь игра, заранее запрограммированная комедия. Но все дело в том, что Бог с нами разговаривает на нашем языке, сообразуясь с нашими мыслями и давать определение замыслом Божьим, мы можем только с позиции того, как этого хочет Бог. Что мы немощны, ничего не знаем, нищие духом, и без него ничего не можем. И будет день, когда исполнится совсем уж непонятное. 1 Коринфянам 15.28 Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем. Так легко склониться к пониманию Оригена. Вот эти слова. Ориген 100 говорит, главное понимание, что когда-то придет время, когда не будет и ада. Все покорится Богу, покорится, покорится. То есть, если ад там не покорный, все покорится. Понял? И Ориген сказал, придет все-таки время, все покорится и ада не будет. И тогда сказали, ересь. Потому что вовеки веков будет, вовеки веков. И если что мы не понимаем, если все покорится и ада там не будет, Ориген, если он прав, то это будет так, как мы не понимаем. Просто мы не понимаем Нам не дано понять Для чего? Для того, чтобы мы Не поползнулись к аду Сами Не расслабились, как эти У которых 500 тысяч реанкарнаций Следующей реанкарнацией я буду медведем А я следующей буду червячком А я буду принцессой И так далее Не будет никаких реанкарнаций Все, одна твоя жизнь сейчас И ты ее должен так прожить Чтобы не было мучительно больно Тебе потом в аду А в раю, чтобы ты Благодарил Господа И всех, кто у тебя встречался Что, Господи, как хорошо, что тогда этот брат встретился Как хорошо, что тогда авария какая-то Произошла, как хорошо, что там эта катастрофа Как хорошо, что лето тогда Было жаркое Я хотел попить, пришел к воде И тут кто-то остановился и сказал мне А ты знаешь, есть такая вода в жизни Думаю, да как же так, это невероятно И вспоминаешь с рождения, как Господь тебя вел Да, как к этому тебя он вел Что именно к этому ты подвелся И ты воспринял эти слова Видишь, как мы легко договорились с сестрой И именно тот человек, как Господь послал Который ты прислушался А ничего себе, Господь никак не вел Вот это, я-то накупался Я тебе и говорю, что меня Господь так вел Что я тебе рассказал немножко Что в экстрасенсы попал Да как перед экстрасенсами что со мной было Там, это вот, Валентина тонула Я вообще занимался с аквалангами Мог утонуть 20-50 раз Каждому он его устроил Каждый в своей грязи накупался Потому что почистится Вот понимаешь, вот в грязи Слово в грязи, не только в грязи В жизни, бывает и хорошая жизнь-то прошла у человека Не знал ничего, как в масле катался Вот, когда ты про грязь говоришь Я все время наших детей вспоминаю Они вообще грязи не знают Им что, надо грязь узнать? Да не приведи, Господи А они все туда лезут Возьми Максима Глушкова Где он? В грязище Этого взять, Устинова Этого Быстро хотел сказать Не ровно Устинова, Устинова Он был в Потеряевке Сейчас развился, тоже живет непонятно где Кирилл Кирилл, да, Устинов, Кирилл Работали с ним вместе Тоже непонятно где Да все молодые уходят А здесь вот сейчас Хорошо, Кирилл, ты тут с родителями Тут тоже парень такой Непонятно где бегает Никогда в храме не был считать Побыл был, раз убежал Побыл убежал Вот так вот как-то они все проходят Им что, грязь нужна? Почему он не выбрал сестру Которая в платке и так далее Нет выбрать в штанах Чтобы была Ну смотри, блогный сэнджик Тоже самое Пошел, все, я сам Тоже все взял Твою часть и пошел Я все проблудил, промотал Это слава богу выращиваешься Да как это слава богу Смотри, у меня одна из причин Может быть этого Я так пока не думаю Что Господь как бы хочет тебе показать Своё долгое терпение На примере твоих детей Как Он тебя терпел Прежде чем ты пришел поздно Истинно вообще открылся То есть ты уже видишь Что ребенок идет не в ту дорогу Ты пытаешь его остановить Всеми своей силой Ничего не получается А Господь вот тебе тоже показал Да, то есть ты начинаешь Свою прошлую жизнь сравнить тоже И тут тебя Господь встречался И тут Он тебя останавливал А ты лес Я хочу, я хочу То есть хочу Я буду Да, я буду Ну вот Как бы одна из причин Что Господь показывает Свою милосердие Долготерпение Своё, как Он тебя проявил А у нас постоянная борьба С огнем, да? Игра с огнем Не борьба, а игра с огнем Да Даже и в примере детей Вот хотел Думал, если будет далее То 660-й вопрос поднять Быть членом общины Что это дает И есть ли в этом Какая-то польза Зачем люди Вступают в общину 660-й вопрос 660-й вопрос Оттуда же Второй том Да Второй том Я хотел На тот вопрос Когда она сказала Почему вы говорите Что ваше общие спасения Ну я так Ну посмотрел Вот это Подходящий вопрос такой Она неправильный вопрос задала Не надо говорить об этом Мы тем более Не говорим Что только в нашей общей спасении Зачем это придумывать А сказать Ну почему Допустим Вот именно Ваша община Вы считаете Она такая Ну Она сказала Словно Или допустим Для чего Вы в этой Почему решили Что ваша община Спасительная Она вот такого То есть Почему решили Что здесь Здесь будет община Вы спасаетесь Такой смысл Может она сама не поняла Этот вопрос Да Она сама Вот я думаю Лучшая формулировка Вот этого Для чего община Вообще И как Видишь Как поставлен Хорошо И в чем польза И зачем люди Вступают в общину Вот это нормальный А зачем вообще Община Вот это Хороший вопрос Вот у нас На нашем канале Ролики встают Я говорю об общине Говорит Виктор Савченко Об общине То есть Виталий Калинков Обрев Зазал вопрос Почему именно Об общине Вы хотите Где живете Как попали Вообще Для чего Почему Вы здесь живете Она сейчас Это все в книгах Отображалось А тут ролик Ну можно и прочитать Да Желание есть у тебя Давай Побыстрее Пройдем Ответ Сразу Евангелие от Иоанна 10 глав 1-6 стихи Истина Истина Говорю вам Кто Не дверью Входит во двор Овчий Но перевозит И нудей То твор И разбойник И нудей То есть Другой стороны А входящий Дверью Есим Пастер Овцам Ему Передверник Отворяет И овцы Слушаются Голоса его И он знает Своих Овец По имени И выводит их И когда Выведет Своих Овец Идет Перед ними И овцы За ним Идут Потому что Знают Голос его За чужим Женей идут Но бегут Сию притчу Сказал им Иисус Но они Не поняли Что такое Он говорил Им И теперь Дальше Идут Комментарии Для чего Нужен двор Овчий Собирать Овец Предверник То есть Вопрос идет Для чего Все это Кто это Для того Чтобы Сохранять Знать Чем питаться И тут идет Псалом 22 1.6 Господь Пастор мой Я ничего не буду Нуждаться Он покоит Меня на Злачных Пажетях И водит Меня к водам Тихим Подкрепляет Душу мою Направляет Меня на стези Правды Ради имени Своего Если я пойду И долину Сметной Тени Не боюсь Зла Потому что Ты со мной Твой Жезл И твой Посох Они Упокаивают Меня Ты Приготовил Предо мной Трапезу Ввиду Врагов Моих Умастил И лем Голову Мою Чаша Моя Преисполнена Так Благость И милость Твоя Да сопровождают Меня Во все Дни Жизни Моей И я Пребуду В доме Господнем Господнем Многие Дни Слово Община Происходит От слова Общее Единое Семейное Объединяющее Деяние 244 Все же верующие Были вместе И имели Все общее Деяние 432 У множества У верующих Было одно сердце И одна душа И никто Ничего Не имел Своего Не называл Своим Но все У них Было Общее Община Это церковь Это тело А мы Члены Конкретно На примере Этой книги Которую Вы держите В руках Мой опыт Знания Интеллект Все Они даны Мне Богом Для меня Одного Вопрос Как бы Я их Смог Сделать Вашим Достоянием Небудь Нашей Общины Может Где-то Это было бы Немного Не так Но говорю А лично Сестра Капустина Татьяна Своей Любовью К моим Несовершенным Стихам Побудила Меня Додавила Так сказать Издать Книгу Работая С рукописями Я все чаще Останавливался На мысли Издать 10 лет назад Законченную Симфонию На жития На жития Святых Как бы Я это смог Сделать Если бы Бог не послал Мне близкого Помощника Который Может Печатать Разбирается В компьютере Делает Верстку Этот человек Должен был бы Быть Примен Постоянно День и ночь И где бы Я мог найти Сам в мире Этого брата Нанофанаила И чтобы Он так же Был свободен Не связан Ни временами Тяжкими Семейными Заботами Как и я И даже Более того Он вовсе Как пташка Небесная Ира Без божьей Помощи Этого Не сделать Но кто Будет Об этом Молиться Конечно Тех Кто Близки Друг Друг Живут Единой Семьей А это Возможно Только В общине Мы Заняты С утра До вечера Заботу О нашем Питании На себя Взяли Сестры Такие Как Александра Михайловна Гончарук Совсем Недавно Пришедшая В общину И принявшая Крещение И другие Сестры Про Татьяну Уже Я не говорю Она как Челнок Мечется Между Престарелой Матерью Внуком И нами Где Взять Средства Огромные Неподъемные И снова Общая Молитва И наш Ходотай Надежда Павловна Игольника Отошедшая В иной Мир И случилось Невероятное Чудо Издано Уже Четыре Книги И готовится Еще не менее Пяти По 752 Страницы Каждая У меня Нет машины Но стоит Только Сказать Братьям И даже Детям Членам Нашей Общины Как Капустину Дмитрию Митя То машина Через Несколько Минут Уже Подана Члены Общины Помогают Распространять Эти книги Свидетельствуют О них Вот что Такое Община Стоял на площади Эти книги Стояли В таком Формате Вот так Вот Раздавали Материалы Наши Визитки И одно Беседовали И показывали Сразу на книге Что можно Больше узнать Вот из книг Ну и брали Иногда И даже Десять книг Брали Ну так В основном Одну Две Всего Но тебе же Тогда уже Много было Книг Каждая на площади Я с 2000 года Стоял Ну а по мере Сколько их Прибавалялось Выросла Потом Вот такая Она огромная Была Мы делали Ее там Поскольку Под 20 книг А там еще Появилось Только Ну уже Все Таскать Было Невозможно Все Потому что Машины Не было У меня Была бы машина Я бы сейчас До сих пор Ездил А машины Не было И все Попробуй Натаскай На себя Все Ноги Полетят Там что Раздача Была Раздача Кого Библии Иван Нет Я на площади Сахарова Стоял У меня Вот это И там все книги стояли Чтобы продавать Продавать Да Чтобы человек мог Выбрать какую-то книгу Ну для благовестия То есть привлечь человека А так у нас были материалы Куча материалов Было Сначала было 14 материалов По Библии О слове Беседую с человеком Ему раз Ну допустим Нужно о Библии Библии Материал Нужно о того Курении Пожалуйста Обродобрите Мы с Урала Когда приехали Узнали Что брат стоит На площади Мы такой же Взяли для себя С Володя Пищенко Приехали к базару Который много народу И собирается И там встали И начали Та же стендик Небольшой Книжи Тоже немного Там кисти У православия Обязательно Новый завет И вот та же Слюбили Беседую Ну когда вот машина Я не знаю Сейчас это можно Вообще легко делать И стендик небольшой Сделать Сейчас Я понимаю Сейчас не надо Огромный стенд Была бы машина Оставил там Где-то книги поставил А тут просто несколько книг На капот На капот даже наложил Или на капот Там бреда Прямо мимо Чтобы проходили Вот у тебя Прямо здесь Все есть Не надо От машины Материю постелил Положил Да Сейчас-то с машины Это легко И все И раздавали Там Когда несколько братьев Сестры Куда приходили Постоянно И постоянно Это в субботу Было С 11 С 10-11 И где-то До обеда Так а почему Это умерло Ну в свое время Игнатик Еще решил посетить Это дело Я говорю Ну тяжело Посмотрите Как это все Потому что мне уже Тяжело Одному все Таким Он говорит Ну давай посмотрим Нет Там же еще Деньги Стали требовать Ну деньги там Всегда требовали Я там платил По 25 рублей За выход Для меня это Не много было За место Да За место Там продают Они всякие Монеты Там много чего Люди разных стоят А так Если спустим Там ты на машине Никто и не подойдет К тебе Там стоять Там как раз площадь И туда входят люди Там торговые Ребли эти Открываются в 10 И туда люди Идут А там Идут там Нумизматы Монетки Потом какие-то Иконки А потом Идите Сударка К Цуму Да Они что Сейчас около Цума Уже Ну по-моему Да Нет Они там тоже стоят Нет Стоят Они там стоят Да ты что Конечно Около Цума Это другие Там Три картины А здесь Нумизматы И книги там Старые Всякие вещи Там Такое Ну и как раз Я тут подсуетился Единственное Что у меня там Самая большая была Несколько сумок Ты что Все это Все это Сюда Тащишь Как Отсел Какой-то Игнатиг Все Я приду Стучиться Телефон Возьмем Что Ну что Принешь Что-нибудь в этот раз Я говорю Нет Игнатиг Да Вот эта история Интересно Да Вот это Вот это Интуиция Это вера Это вера Какая Ну слово Интуиция Мы договорились Что нету Никакой интуиции Так же Как и слово Судьба 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 В том значении Которым Пытаются Преподнести Это чистый сатанизм Судьба Судьбу Не изменить Начинают Как понять Что это такое В чьем его сожрать На роду написано Да на роду Как понять Судьбу не изменить Что это такое Не знаю Так говорят все Ну и что говорят Ты зачем повторяешь Не изменить Что не изменить Ты безбожник Безбожником должен Оставаться Сейчас Или как Да судьбу Даже если так брать Ее никто не знает Какая судьба Конечно не знаешь Закончится Вот так Закончится Вот может быть Ты сейчас изменишься А это и есть судьба То есть Изменить Мне нравится Толкование Блаженных силов Главное Объяснять Слова Христа Господа Что он говорит Будет говорить На европейских языках А там толкование Говорится То есть Ты раньше Свернословил А сейчас Говоришь Библейские слова Вот уже Емунезы То есть Надо преображать Свои языки Просто Человек Не обязательно Какой-то там Иностранный Немецкий Французский Как стал говорить То есть Я был просто А именно Вот Община То есть Я к чему Призываю Это опять Вот берешь Книгу Просто И не видишь Фигу Открываешь И читаешь И все Между прочим На Урале Когда я был Мне братья давали Книги Открыто мог У меня Своих еще не было И я Именно Со второго Тома Начал Начитывать На кассеты Вот эти Вот До сих пор Я там Андрею Как-то отдал Сейчас На сайте Все тоже Только здесь Мы еще Можем раскрыть Это Все Какими-то Еще Примерами Дополнить Все это А так Основа Костяк То есть У нас Главное Вопросы Люди Оставили Понимаешь А ты не знаешь Как вопрос Задать Правильно А вот Задан Ну и какие Вопросы Объясните Почему Антихрист Будет Именно Из колена Данова И кем Был Сам Дан На каком Языке Говорили Первые Люди И вообще Как они Научились Говорить На каком Языке Бог Обращался К Адаму Интересные Вопросы Интереснейшие Просто Вот такие Вопросы Непонятные Иногда Не знаю Как их ставить Но они тоже Вопросы Конечно Отвечены А так вот Читал человек И не надо И не надо Ничего Задавать Не хочет Читать Человек И вот Я даже Думаю Брат Что Моисей Когда Это все По разговорам Может даже Какие-то И записи Быть Ближе Сынок Когда Писменность Была Улетит Нет Не Не вложится Что Только В Египте Улазались Ну Вот Египтяне Записывали Своё А Евреи Их языка Не брали А Она с сайта Копируется Да Сайта Копируется Там Скачать Можно А Вот Гляди Господь Дал Десять Заповедей А Как Они Прочитали У меня Вопрос С Самого Я Вообще Его Такого Не Слышал Вопросы А как Они Прочитали Ну Вот Моисей На каком Языке Бог Написал Десять Заповедей Что Он Прочёл Прочёл И принёс И всё О Десять Заповедей Так Там Такие Червячки У Евреев Неприятные Червячки Какие-то Ползают Вот Туда Сюда И всё Как Они Знали Как Он То есть Господь Что-то Вложил Ему Показал Скинь И так Далее Про язык Ничего не сказал Но Сделал Конкретно Десять Заповедей Причём Моисей Посмотрел Их Ему Что-то Понравилось Видать И он Когда Увидал Что они Тельцу Поклоняются Он Взял И в гневе Разбил Их В ярости Разбил Богом Перстом Начертанные Божьим Заповеди Как тебе Это А потом Назад пошёл И сам Восстановил Их А как Он Восстановил Где он Взял Стрижали Мне интересно Тоже вопрос Они же Каменные Сам Вытесал Написал Сам Вытесал Сам Вытесал Сам Написал А на каком Языке Вопрос Ну то есть Что-то было Который знал Который знал Или Который Господь Вложил Червячки Господь Дал ему Вложил А потом Пришёл Они увидели Он Прочитал И говорит Вот это Начинаем Учить Нигде Про это Не сказано Понимаешь Что делать Как бы Сам Собой Так И пока Ходил 40 дней Не было Они себе Уже Тельца Слежат Начинаем Они уже Тельца Слежат Как быстро Лепешки Как быстро Человек Раз Слежат Слежат Ну Тельца Это быстро Да Про Это Там написано Все Про Тельца Как раз И написано А вот Про язык Ничего Не написано Про язык Не написано Только догадываются Вообще Ничего Не написано Что Так Было Верим Да Что Просто Верой Принимаем Как там Было Что записать Еще понятно Вот Еврейский народ Был Кто-то Сохранил Носитель Был Передавал Как Фильм Есть Как же Называется Фильм Сейчас скажу Библия По-моему Просто И там Начинается Авраам Сидит И вокруг Детей Да Дети Вокруг него Ну и взрослые Есть молодежь Там фильм Библия Да И он сидит И вот так Раз В костер Головню А так Вначале Образал Бог небо И землю И показывает Так Кружится Там Звезды И там Все И он сидит Рассказывает Такие Бушуют Детишки Радуют А здесь Несколько серий Да Там по-моему Две серии Детишки Ну может быть Я сейчас не помню Сталин Да Такой довольно-таки А детишка Он так весел Он так хорошо Объясняет Им нравится Да Похоже на то Похоже на то Итальянский Может быть Может быть Только Авраам Потому что Там разные Еще Там вообще Библейская Периодика Там был Иосиф Библейские сказания Библейские сказания Скорее всего Называются Они Да Библейские сказания Там Про разных Да Пророков Там все Доверясь И потом Это мне очень Понравилось Интересное Про Исфи Да Так здорово Снято Как она там Розу сорвала А он такой Ой это ты мне Розу Она говорит Да нет А кому Мне просто нравится Он такой удивился И ее оставил При себе Она непосредственная Такая была Ему Че эти куклы Зачем нужны Ух ты Такой Все живое Как Все же ему А тут вдруг А ну здесь Смотри Здесь причесают Иван Глядит Иоанн Брестский Сказал Иуда Авраам Да Наверное Игорь Это итальянцы Сняли Посмотри Кто снял Надо будет Посмотреть Ну хорошая Очень Оно долго Было Мы ходили Помню Галине Ивановне С Марины У нас телевизора Тогда не было И все Смотрели Там вроде Даже из двух частей Состоит Про Авраама Ах А он Длинный Там Три С Три С Минутами Авраам Да? Три Часа Ну Это Ну Покажи Вот Это Вот Что-то Выскочило Вот Это Вот Вот Это Там Это Был В городе Сихем У которого Вши Они еще смеялись Со своим Сыном Старшим Старшим Да Это Это Вот Они Кажется У царя Гот Мога Шей И вот Интернет От Беса Вот От Бога От Беса Надо Знать Что И Еда Тоже Может Быть От Беса Даже Секера Не Просто Так Изобретена Для Чего То Нужна Секера Буйна Написана Когда Ты Его Так Выпиваешь Оно Жне Для Этого Все Сделано И Патроны Можно Было Применить Не К Тому Чтоб Человека Убивать Можно Охотиться Взяли Чего Сначала Поубивали Там Кучу Людей Потом Бизонов Взяли Всех Выбили Миллионы Бизонов Взяли Повыбили А Теперь Одного Бизона Не Могут Найти Сделать Не Могут Клон Всех Воробьев Перерывили Куча Воробьев Лежат По полям И что Саранча Полезла С гусеницами Поехали В Россию Набирать Воробьев В Канаде Еще Где-то Воробьи Водятся Ну что За народ Такой Люди Все У них Через Пень По-плоски Даже Воробьи Это Говорит О том Человек Пытается Подправить Создателя Своего Начинает С бороды Со внешности Красится Женщина То есть Это все Подправки В юбках Мужики Сейчас Мода В юбках Мужики Ходят Да у нас Только пень В колобах Ну не говори Ладно Там эти кельты Ну римляне Ходили так же Шотландцы Там Юбки У них Погода 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 Такая Ну понятно Что им так Удобно И так далее Туалеты Там Ну Ну Им так Пускай Они так Ходят Понятно Ну Дальше Дошло До чего Уже Уже Начали всех Рядить В эти юбки Женщин Всех Штаны Обрядили Причем Специально Женские брюки 13 марта Вы заметили 13 марта А На площадь Такая Нет На Пушкино А На Пушкино Ну там Ладно Мы оттуда Выезжали На остановке На остановке Пушкино Стояли Игнатий Ну-ка Посчитай Я такой Начал считать Я говорю Все Сколько Прошло Сколько 29 Что ли 28 Все Все В штанах Все В штанах Как так Такой Я говорю Правда Все В штанах Запомни Этот день Я говорю Хорошо Запомни День Как пригодилось 2001 год Теперь Можем Знать С какого Времени Но Игнатий Сейчас Пометил То Это Что-то Значит Потому что У него Цепкий Ум В этом Планина Президент Президент Пришел Все Да Вот Владимир Пришел Владимир Пришел Всем удивиться И сказать Кто рядом С нами Живет Давайте Будем Подражать Его Жизни А там Клип Раньше Был Такого Как Путин Который Не курит Не пьет Не матерится Не Там Песня Была Что Женщины Все Мечтали Такого Как Путин В то Время Клип Как раз Это 2002 год Был Где-то 2003 Наверное Ну Молились Видать Пожалуйста Путин Зато Любит Оружие Подводные Лодки Ракеты Которые Очень Быстро Летают И так Далее Все Это Приведет Мы знаем К чему Всем Как по носу Дадут И не курит Не пьет Ничего Зато Одни Могилы Вокруг Гигзер Тоже Не курил Не пил Не матерился Несколько Слово Сказки Любил Немецкие Особенно Очень Сильно Благотворил Семью Женщину Женщины Немецкие Женщины Это Все Это Наши Матери Это Все Прям Дрожал За Это Все И что И показывают Битва под Москвой И кладбище Немецкие Кресты С березы Когда они Еще Перед Москвой Стояли И кладбище Показывают Немецкие Кладбище Трупы Кресты 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 У нас Крестов Не было У нас Звезду Поставили Или просто Надпись А у них Кресты Были Из березы Нечишины Ничего Березовые Кресты И надпись Обязательно Кто это Отдельная Могилка Для каждого И вот Такие поля Поля Идут Под Москвой 700 тысяч Потеряли За 3 месяца Это Барнаул Можно сказать Но Читая Иисус Христос Придется Все 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 И даже Если Ты Там Вопрос Тут есть А что Если Пепел Развеян Что Тоже Человек Как Его Можно Найти Как Гитлер Сказал Штауфенберг Который Был Главный Заговорщик 44 20 июля 44 Года Заговор Бомбу Взорвал Штауфенберг Его Рассы Расстреляли А никто Не знал Кто главный Заговорщик Сказали Со всеми Расправляться И его Заодно А потом Когда Начали Оставшихся Расспрашивать Кто Кто Штауфенберг Главный Ну и Гитлеру Пришли И говорят Так и так Штауфенберг Расстреляли Его Поторопились Поторопились Этого Негодяя Я даже Имя его Штаву Больше Никто Не упоминал При мне Мы Жену И Дочку Его Отправили В лагерь Нормально Хорошо Так Я вот что Весь рот Его под корень Нужно Искоренить Весь Всех найдите Кто там еще А где там Его дядя Погиб Там где-то Под Севастополем Жаль Жаль Прям такой Сидит Достать И убить Еще Такая Ненависть Понимаешь И все И потом Возьмите Его Труп Вытащите Сожгите И развейте Где-нибудь Над озером Какими Чтобы вообще Не было Никакой могилы И даже Это все Ничего не поможет Хоть ты На всем океанах Разве Под частички Господь все Соберет В свое время Все вот так Сложит И как Это Тридцать Третья Тридцать Первая Глава Книга Пророка Изыки И скажи Дух В этот Приди И Дух Придет И пришел Говорит И кости Говорит Одна к другой Сдвинулись Облетись Жилами Плоти Кожа Вижу Вижу Котел Тридцать Полуострова Люди А вот Монголы Пришли Те Во Вот такие Во Вообще Пришли Вот удивились Когда они туда Заявились Никогда Таких Там не было Зато Эти Монголы Легко Такой Китай Захватили Потом Прошли Индию А Индия Были Как раз Вот похожи Больше На ближневосточных Людей Индусы Похожи были Они были Нормальные Глаза Только Смугловато А то были Даже Голубоглазые Рыжие Они их Тоже захватили Потом Пришли В Среднюю Азию Сагдиана А там Тоже Уже Были Такие Свои Братья Потом Хорезом Захватили Уже Опять Таких Как Индусов А потом Вышли Все вообще русские Русские Они удивились Белокожие Все Голубоглазые Русские Проходили Все друг к другу И дошли Аж до Европы То есть Там такие У них Владения Были Ого Невероятные Когда смотришь Сколько Они захватили За короткий Промежуток Времени С 1200 Года И В 42 Году Они стояли Уже У стен Вены Начали С Монголии Сухобата Город Помнишь Где Ну там Где-то Около Будем говорить Благовещенской Где-то И Вот это Все вниз Как пошли Потоком Весь Китай Захватили Почти все Царства Индию Половину Захватили Вышли Тут Казахстан Узбекистан Таджикистан Киргизстан Афганистан Пакистан Потом Ирак Иран Ирак Кувейт В Саудовскую Аравию Они не пошли До Палестины Считай Дошли И потом Вышли Грузия Армения И вышли На просторы России Там где Сейчас Краснодар Новочеркасск Все это Туда вышли Там на реке Калка Победили Наши войска Их было Причем Наших было 25 тысяч А их 20 всего И они Разгломили Наши 22 Ну наши Поотдельно Князь там Бросился Отдельно Воевать Сейчас Побью их У него там Было 1010 И они Его встретили И разбили Отдельно А потом Отдельно Разгромили У них же Своеобразная Тактика Была Наша Непривычная Они Слуков Стреляли Слуков Проскакивали Мимо И Слуков Стреляли Задерживали Задерживали Войска А потом Посылали Тяжелых Латников Своих У них тоже были свои рыцари В тяжелых доспехах Все И добивали Тараном уже Там дальше Расстреливали Там все То есть все Наши неподготовленные были Князья Дружины Разрозненные Все там Отдельные отряды Всех переколотили А оставшихся Говорит они Уложили рядами На них сверху Положили доски Там расстелили Ковры свои И пировая на них Пока все не умерли Это китайцы Монгольцы Монголы Татары Это у них была Поверженного врага А вот фильм Сейчас новый Есть Как он называется Легенда о Калаврате Не видел Вот там как раз Показано Как это все Легенда о Калаврате Показано Как они это делают То есть они Помост такой Послы пришли Из Рязани А там Хан Бату сидит Помост такой Все Садитесь И они на этот Помост заходят Там шкурами Все услано А потом Один-то толкает Калаврата Гляди Кто под нами Кто под нами А так шатается Все немножко Он поднимает Шкуру А там щель такая И там Голова такая Человеческая И он Вы свои Вы русичи Откуда Откуда-то там Тоже С какого-то там Города Как вы там И они Раз Такие Соскочили Ну и тут Началось Избиение Специально Заманили Сколько 300 лет Продолжалось Ну В 1441 году Стояние На Угре Это когда Монголы Огромным войском Пришли То есть 200 лет Прошло Пришли Стояли Хотели Пройти К Москве Там Все Сюда Но Реку Не стали Река Небольшая Но она Как преграда Явилась И в конечном итоге Услышали Какой-то шум Подумали Что их окружают И убежали Бросили Там много Скарбы Шатры А русские Стояли Стояли А там Туман Был Простояли Пока Туман Не ушел Туман Ушел Раз Дозор Послали Никого Нет Только Оружие И до самого Царая Оружие Собирали Поехали Собрали Никто не понял Господь помог Это было Последнее Огромное Нашель Потом Там уже Такие набеги Были Еще Рушили Москву Сожгли Пару Раз Еще Города Сжигали Но Это были Уже Такие Отдельные Уже Не было Ханств Таких Как Золотая Орда Серебряная Орда Бронзовая Орда У них Такие Орды Что Помолиться Надо Славим Господь И Приславить Господи 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 Поблагодарим Господа Господи Благодарим Тебя За сегодняшнее Собрание Господи Благодарим Тебя За мир В нашем Городе На нашей Улице В нашей Семье Господи Благодарим Что даешь Нам собираться С братьями С сестрами Разумляешь Нам На сослове Твоем О истине Твоей Господи Благодарим Тебя Что ведешь путями светлыми, путями истинными, Господи. Благодарим Тебя за имя Святое Твое, Господи. Благодарим Тебя за то, что даешь нам собираться и даруешь нам Слово Твое, Отец Небесный, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос.